2 июня 60-го, Переделкино. Горем, усталость, жара, изобилие шпиков, билиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу, Воронков, с утра лично обозревающий веренный его попечением поселок, иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья, и сквозь все это какое-то странное чувство торжества, победы. Чьей-то победы, не знаю чьей, быть может, его стихов, русской поэзии, нашей с ним неразрывной связанности. Никто над его могилой не произнес слово, которое жаждали услышать сосны, люди, поля, но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное, это и было самое лучшее слово. Толпа была пронизана гавриками. Но гроб от дома до ямы пронесли на руках, по шоссе и на гору, к трем соснам. Вдоль заборов, во весь путь молча, мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками. Толпа двигалась молча, торжественно, сознавая свою правоту. Одни от пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие кругом по шоссе, вслед за гробом. Я пошла за гробом, хотя идти сегодня мне было совсем не по силам. Мучительнее всего, впрочем, было даже не идти, а перед этим стоять, час или более стоять накануне выноса на солнцепёке, уже простившись, но ещё ожидая, когда вынесут гроб. Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня, высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка. Сменялись Юдина и Рихтер. На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Стояли Лёня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна. Я поклонилась ей, но она отвела глаза. Зато с Ольгой мы встретились глазами ещё во дворе. Она была неминуема у левого крыльца, через которое все входили в дом. Я не поняла, стояла она там у двери или на чём-то сидела. А я, пройдя через столовую, оперлась на какие-то брёвна, сваленные у правого крыльца. Стояла и думала только об одном — как бы не упасть, устоять. Каверин, Паустовский, Аким, Рита Райт, Мария Сергеевна, Володя Глотцер, Володя Корнилов, Фридочка, Хавкин, Харджиев, Копелев, Смирнова, Тамара Владимировна, Ливанов, Коля и Марина. Калашникова, Волжина, Наташа Павленко, Ивич, Яшин, Казаков, Рыс, Рахтанов, Любимов, Вильмонт, Старший Богатырёв, Нейгаус. В этом списке отсутствуют имена многих друзей Пастернака, верных и преданных, пришедших проводить покойного в последний путь. «Среди них, как я узнала потом, были деятели театрального и музыкального мира. Но во всякой многоликой толпе всякому человеку бросаются в глаза те, с кем сам он дружен или хотя бы знаком. Так случилось и со мной. Перечисление имен в этом списке отнюдь не претендует на какую-либо полноту. Тут перечислены не самые близкие Пастернаку и не самые именитые люди, а лишь те, с кем была знакома я». Цитирую письмо ко мне Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. В 1972 году я ознакомила её с моими записками. «Сменялись Юдина и Рихтер. Так нельзя. Юдина непрерывно играла с утра. А Рихтер приехал незадолго до выноса и сыграл, если не ошибаюсь, две вещи Баха. Он заранее выбрал, задумал, что будет играть. Рихтер очень любил Пастернака и скажу мимоходом, что факт его участия в похоронах был очень замечен и не одобрен властями. И даже пытались на него воздействовать. О том, что Рихтер только единожды сменил Юдину, а затем смешался с толпой и долго оставался на могиле, я знаю точно, так как приехала вместе с ним на его машине. Думаю, что и о Марии Вениамином Неюдиной надо как-то сказать иначе. А то, получается, два знаменитых тапёра играли, как может подумать читатель, по приглашению. Это ведь был живой акт любви, восхищение поэзии. И в то же время акт общественный, очень серьёзный, значительный. Даже власти об этом догадывались. Юдина исполнила вместе с друзьями трио Чайковского в памяти великого артиста, а по преимуществу исполняла произведение Шуберта. Старые дамы, известные мне, откровенно или прикровенно, седые в перчатках и без. Деревенские старухи с детьми. Студенты. Опираясь на брёвна, я вглядывалась в лица. Болтовни было мало, толпа сосредоточена. Фридочка мне рассказала шёпотом, что сразу после кончины Бориса Леонидовича, утром следующего дня, на Киевском вокзале появилось рукописное объявление. Граждане. Вчера скончался великий русский поэт Борис Пастернак. Похороны в Переделкине. 2 июня, 2 часа дня. Вот вам и член Литфонда. Объявление сорвали, но оно появилось вновь. Опять сорвали. Опять появилось. Фридочка от меня отошла, утишив меня этим объявлением. А сзади незнакомый голос негромко сказал. Вот и умер последний русский великий поэт. Нет. Ещё один остался. Я ждала холодея, не оборачиваясь. Анна Ахматова. И этот день придётся пережить. Какие-то двое молодых людей вынесли крышку гроба. Впоследствии я узнала, что эти двое молодых людей были Даниэль и Синявский. Фотографии похорон Пастернака в те дни разошлись по всему миру. У нас опубликовано через много лет. Музыка. Несут гроб. Несут венки. На одной ленте я прочитала от семьи Ивановых, на другой от Литфонда. Пронесли и наши два. Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Щёлканье аппаратов нагло щёлкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу. И вот я иду вместе со всеми в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов. Стоят, стоят люди вдоль заборов. Когда после мостика через Сетунь толпа свернула и начала подниматься в гору, я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперёд, туда, наверх, к соснам. И клику сосен причстены. Помните? — спросил Харджиев. Гроб плыл на вершину к соснам. Люди, поспевая за ним, шли всё быстрее, а я всё медленнее. Здороваться и говорить я уже не могла, только головой мотала. Раневская, Ванечка, Халтурин. Когда я втащилась наверх, подойти к могиле уже было нельзя. Волна толпы прибила меня к сосне. Там я и осталась, и за спин ничего не видя, но в тишине, отчётливо слыша всё. Был когда-то немой кинематограф. Лица, плечи, руки, движения, безголосье. Тут наоборот. Голоса, движения, без лиц. Я, толпа, корявый ствол и впереди голоса. Открыл митинг и произнёс речь асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотую, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала голос, горе, а не фразы. Поустовский нашёл бы слово, но, как мне объяснили потом, он из-за больной гортани в этот день мог только шептать. Артист Николай Голубинцев прочёл, узнал бы я, что так бывает. Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей об искусстве. И вдруг кто-то, я не видела кто, но голос неинтеллигентный, заявил, что будет говорить от имени рабочих. Ты написал книгу, но её задержали, а ты был за правду. Обрыв. Кто-то что-то прошипел, и в ответ на шип девичий голос. Не затыкайте ртов. Молчание. Жду нового голоса. Тот же, другой. Нет, слава богу, юноша читает Гамлета. И неотвратим конец пути. Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов. Пастернак был христианин. Начинает опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам. Гроб в яму не лезет. Зычная команда. Раз, два, три. Какого-то сейчас Женя. Мягко-жёсткий, глухой, страшный звук комьи в земли. Опустили. Мне сделалось темно. Если бы ни сосна, ни чужие тела, я упала бы. Но тьма была одну секунду. Когда она рассеялась, я сквозь толпу пошла вниз. Одно у меня было желание лечь. Дойти до дому и лечь. Не на дороге, не в поле, а дома. Трудно идти, когда нету ног. В жару я их часто лишаюсь. Ни колен, ни ступней, только боль, тугими кольцами сжимающая щиколотки. Я даже не вошла в дом спросить о деде. Доковыляла до своего домика, сняла туфли, чулки и легла. Минут через сорок Фридочка принесла мне вести о деде, накапала капли и посидела возле. Девушка, которая крикнула, не затыкайте ртов, это оказывается дочка Ивинской, Ирина. Молодёжь до сих пор читает на могиле стихи. Наизусть. Напечатанная и ненапечатанная. Гамлет, Август, другу. Толпа разошлась. Гаврики стали заметней. Фридочка, уходя, слышал разговор двоих, скучавших чуть пониже свежей могилы у чьей-то ограды. А не разогнать ли нам это нарушение? Пусть понарушают, никуда не денутся. Победа, отцепленная оперработниками. 6 июня 60-го. У входа в Боткинскую больницу я встретилась с Марией Сергеевной. Она рассказала мне подробно, как движется Ахматовская книга в Гослите, что вынимают, что вставляют, собираются заменить и прочее и тому подобное. Боже, какое счастье, что это не я, что не мне поручила Анна Андреевна донянчивать книгу. Я бы всё загубила. У меня нету ни такта, ни терпения. Мария же Сергеевна обладает всеми качествами, необходимыми представителю великой державы, любовью к поэзии вообще, к Ахматовской в частности. Так там, не говоря уже о том, что сама она поэт замечательный. Анна Андреевна выглядит, по-моему, дурно. Однако никаких болей уже нет, и её скоро выпишут. Пришла Таня Айзенман. До нас были Роскина, Большинцова и Тагер. Наталья Александровна Роскина. 1928-1989 годы жизни. Мемуаристка, автор воспоминаний о Заболоцком, Гроссмане, Берковском, а также об Анне Ахматовой. В Москве мемуары Роскиной об Анне Ахматовой вышли в сборники воспоминания. Работала Роскина и в литературе ведения. Елена Михайловна Тагер, 1895-1964 годы жизни. Прозаик, поэтесса, мемуаристка, многие годы проведшая в лагере. С Анной Андреевной была знакома издавна. В 1929 году в издательстве писателей в Ленинграде вышла книга рассказов «Тагер. Зимний берег», переизданная вторично после реабилитации автора, через 26 лет. Когда же «Тагер» скончалась, в книжках 4 и 5 альманаха «Воздушные пути» в Америке появились ее воспоминания о Мандельштаме и лагерные стихи. В нашей стране стихи «Тагер» начали появляться в печати в конце 10-х годов, а затем с перерывом в десятилетие 80-е, в 1989, в Ленинградском дне поэзии, в первом номере журнала «Искусство Ленинграда». В 1990-м в девятом номере журнала «Звезда», а ее воспоминания опубликованы в 1988 в шестом номере «Нашего наследия». «Тагер» — автор стихов, обращенных к Ахматовой. «Синеглазая женщина входит походкой царицы». В последние годы жизни «Тагер» получила квартиру в писательском доме, улица Ленина, 34, то есть в одном доме с Анной Андреевной. Анна Андреевна принимала гостей, сидя в кресле в собственной гостиной. Как называет она небольшую, довольно обшарпанную комнату между коридором и балконом. Она с некоторой торжественностью поблагодарила меня за то, что в прошлое свой приход я не утаила от нее предсмертных вестей о Пастернаке. Единственное, чем можно облегчить удар, это подготовить к нему. Вы это сделали. Когда мне сообщили о смерти Бориса, я не была не готова. Подумайте, какие слова мы выговариваем спокойно. Умер Борис Пастернак. Мария Сергеевна и Таня, злосчастные рабыни курения, ускользнули с комнаты, чтобы передаться своей пагубной страсти. Анна Андреевна сразу вынула из сумочки какую-то книжечку и, предупредив меня, вторая строка еще в работе, прочитала. Умолк вчера неповторимый голос, и нас покинул вождь. Он превратился в жизнь, несущий голос, или в тончайший им воспетый дождь. Дальше не помню, дальше про цветы. Не говорите мне, пожалуйста, с раздражением сказала Анна Андреевна, хотя я еще и рта не открыла, что слово «вождь» истасканно и неуместно. Сама знаю. Спасу эпитетом. Помолчали. Ему очень много будет написано стихов. Ему и о его похоронах. А памятник, я думаю, следует поставить либо на Волхонке, либо против почтамта. Там, кажется, сейчас стоит Грибоедов. Но Грибоедова можно переставить. Ему ведь все равно где, лишь бы в Москве. Предсказание Анны Андреевны сбылось. Так, к столетнему юбилею Бориса Пастернака, весь февральский номер литературного обозрения за 1990 год был посвящен ему. Письма, исследования, мемуары и обращенные к поэту стихи. В приложении к литературной газете, в досье, в юбилейном номере, тоже. В Одессе в 1990 году вышел сборник стихов под заглавием «Венок Пастернаку». Эти три издания включили в себя множество стихотворений, обращенных к Борису Леонидовичу и памяти его. Перечисляю имена поэтов. Асеев, Ахмадулина, Благинина, Вознесенский, Галич, Горбовский, Евтушенко, Заболоцкий, Казин, Кушнер, Липкин, отрывок из поэмы Вячеславу, Жизнь Переделкинская, Леснянская, Маран, Озеров, Евгений Пастернак, Плесецкий, Рецептор, Рейдерман, Самойлов, Смеляков, Хилемский, Цветаева, Чичибабин, Шаламов и многие-многие другие. Все это собрано к юбилею в период гласности. Но еще в 1964 Владимиру Корнилову в Новом мире, 12 номере, удалось опубликовать свое стихотворение «Похороны». Удалось, по-видимому, благодаря тому, что начальство не догадалось, о чьих похоронах речь. Приведу одно стихотворение, написанное в год смерти поэта, но не напечатанное до сих пор. Похороны Пастернака 1960-й Аким Список, составленный мною, далеко не полон. Анна Ахматова посвящала Пастернаку стихи при его жизни и после его кончины. Пастернак – один из героев стихотворения «Нас четверо», 1961 год. Известны шесть стихотворений Ахматовой, посвященных Пастернаку. В 1936-м Борис Пастернак. В 1947-м «И снова осень валит Тамерланом». «И я всем прощение дарую» в 1958-м. «Здесь все тебе принадлежит по праву». В 1960-м «Умолк вчера неповторимый голос» и «Словно дочка слепого Эдипа». «Узнают» в сборнике «Узнают» там помещены все перечисленные стихотворения Ахматовой Пастернаку, кроме одного. «Здесь все тебе принадлежит по праву. Стеной стоят дремучие дожди. Отдай другим игрушку мира, славу. Иди домой. И ничего не жди». 1958 год. По словам Веленкина, Ахматова одно время намеревалась вставить эти четыре строчки в стихотворение «И снова осень валит Тамерланом». Борису Пастернаку «И снова осень валит Тамерланом. В Арбатских переулках тишина. За полустанком или за туманом. Дорога непроезжая черна. Так вот она последняя. И ярость стихает. Все равно, что мир оглох. Могучая евангельская старость и тот горчайший гепсиманский вздох». Фонтанный дом. 1947 год. Памяти поэта. Эпиграф. «Как птица мне ответит эхо». Борис Пастернак. «Умолк вчера. Неповторимый голос. И нас покинул собеседник рощ. Он превратился в жизнь, дающий голос. Или в тончайший им воспетый дождь. И все цветы, что только есть на свете, навстречу этой смерти расцвели. Но сразу стало тихо на планете, носящей имя скромное. Земли. Москва. Боткинская больница. Июнь 1960 года. Словно дочка слепого Эдипа. Музык смерти провидцевела. И одна сумасшедшая липа в этом траурном мае цвела. Прямо против окна, где когда-то он поведал мне, что перед ним вьется путь золотой и крылатый, где он вышнюю волей храним. Москва. Боткинская больница. 1960 год. 19 или 20 июня 1960 года. «Мне много раз случалось высказывать деду, что Пастернак — единственный нетрагический русский поэт. Да-да. Посвящается Лермонтову. Любил и хотел бы повторить блока. Но голос звучал всегда в мажоре. Поэзия Пастернака присуща буйная радость по какому-либо поводу или даже без всякого повода. Даже разрыв звучит у него нетрагически, хотя и бурно. Не плакать хочется, а восхищаться. Какое буйство молодое! Изобилие, избыточность, ни оскудение, ни омертвение. Уже написан Вертер. Но сам он Пастернак. Вертером стать решительно не способен. Никакой смерти даже в словах о смерти. О всюду жизнь. Порядок творения обманчив, как сказка с хорошим концом. Жизнь ему сестра. Каждый год он умудрялся заново удивляться четырем временам года. Четыре времени года. Четыре образа счастья. Весна, лето, осень, зима. Но сестра его жизни оказалась сказкою с дурным концом. И его могучего полного счастья под конец пересилила. Август, Гамлет. Я кончился, а ты жива. Душа моя печальница. Весь евангельский цикл. Тут уже вполне трагичный. Звук. Ну вот. А сегодня я выслышала монолог Анны Андреевны на ту же тему. Но кажется несправедливой. Когда я побывала у нее впервые после похорон, она еще была полна скорбью. Для других чувств не было места. Теперь первое потрясение прошло. И она опять говорит о Борисе Леонидовиче хоть и с любовью, но и с раздражением. Как все последние годы. Снова не только соболезнуют, но идет наперекор общему мнению. Оспаривает, гневается. На днях я из-за пастернака поссорилась с одним своим другом. Вообразите. Он вздумал утверждать, будто Борис Леонидович был мученик, преследуемый, гонимый и прочее. Какой вздор. Борис Леонидович был человек необыкновенно счастливый. Во-первых, по натуре. От рождения счастливый. Он так страстно любил природу, столько счастья в ней находил. Во-вторых, как же это его преследовали? Когда? Какие гонения? Все и всегда печатали. А если не здесь, то за границей. Если же что-нибудь не печаталось ни там, ни тут, он давал стихи двум-трем поклонникам, и все мгновенно расходилось по рукам. Где же гонения? Деньги были всегда. Сыновья, слава Богу, благополучны. Она перекрестилась. Если сравнить с другими судьбами, Мандельштам, Ковитко, Перецмаркиш, Цветаева, да кого ни возьми, судьба у пастернака счастливейшая. Да. Если сравнивать с другими судьбами, счастливейшая. Но следует ли сравнивать? И чья страшнее, у Мандельштама или у Цветаевой, у Мити или у Ковитко? Что мы знаем об их последних днях? А может, у Александра Блока, хотя он и умер в своей постели? Страшнейшая. Родившийся в рубашке, счастливый от природы, пастернак с годами научился чувствовать чужую боль, уже неизлечимую веснами. Вот уж кто действительно был создан для счастья, как птица для полета. А писал под конец. Душа моя печальница, о всех в кругу моем. Ты стала усыпальницей, замученных живьем. Сыновья его выросли, не отведав каторги, это правда. А чужие сыновья. Деньги у него были благодаря необычайному переводческому трудолюбию, съедавшему собственные стихи и прозу. И деньгами своими он щедро делился со ссыльными и с той же Анной Андреевной. К чему затевать матч на первенство в горе? Материнские страдания Ахматовой ужасны, неоспоримы. И ждановщина, и нищета. И все-таки она, Анна Ахматова, счастливее тех матерей, которым сыновья не вернулись. Пастернаку страданий оказалось достаточно, чтобы умереть. Выносливость у каждого разная. Пастернак был задуман на сто лет, а умер в семьдесят. И не умер, а загнан в гроб. В шестьдесят лет он был подвижен, влюбчив и способен к труду, как юноша. А через десять лет умер от рака, имя которому — семичастный и компания. Думаю, смерть его — еще одно подтверждение той теории, которая связывает рак с потрясениями нервной системы. Рожденному в рубашке Пастернаку было больнее, чем другим гражданам, когда рубашку сдирали вместе с кожей. Все это я произнесла осторожно, а потому и неубедительно. Анна Андреевна слушала, не удостаивая меня возражениями. Только ноздри вздрагивали, как у графинь в плохих романах. Жаль, что она не была на похоронах, подумала я. Дело не только в том, что собралось около полутора тысяч человек. Там сознание, что хоронит поэта, избравшего мученический венец, было явственным, громким, слышным. Слово не прозвучало, а звук мученичества и преклонений перед мученической судьбою был. И в безмолвии слышен. Безмолвие там гремело не менее внятно, чем молчание толпы девятого января. Выстрелов не последовало, зато было слышно, что рвутся суставы династии данных присяг. Внезапно Анна Андреевна оглушила меня. Пришел друг и принес мне вот это, и протянула мне листок. Видите, все целиком. Стихотворение Ахматовой Пастернаку. И снова осень валит Тамерланом. То, из которого я когда-то вспомнила всего лишь строку. Теперь оно вернулось к ней, все до последней строчки. И снова осень валит Тамерланом. В арбатских переулках тишина. За полустанком или за туманом. Дорога непроезжая черна. И так далее. До конца, до строки, и тот горчайший Гефсиманский вздох. Как могла я это забыть? Да будет благословенно, неведомая мне дружба, сохранившая, запомнившая. Но, подумала я, Гефсиманский вздох — это вздох перед Голгофой. С чем же она сейчас спорит? Значит, она понимала его мучничество? И более чем понимала, предчувствовала. И я рассказала Анне Андреевне о том, как Кривицкий при мне расправлялся со стихами Пастернака. Шел 1947 год. Конечно, Фадеев не Жданов, а выступления Фадеева против Пастернака, которые я слышала своими ушами, были не в пример легче Ждановских против Ахматовой. Но выловска Фадеева против Пастернака была следствием того же постановления 1946 года. Фадеев с трибуной объяснял. Пастернак идейно чужд. Он не наш. Пастернака недаром ценят за границей. Он недаром по душе нашим врагам. Он не только в собственные стихи, но и в переводы вносит вредный идейный сумбур. Фадеев, конечно, был исполнителем высшей воли. А приказ был ясен — расправиться. И расправа со стихами Пастернака шла полным ходом. Я наблюдала ее вблизи. В 1947 году я работала в Новом мире в отделе поэзии. Главным редактором журнала считался Симонов. Но фактическим всевластным хозяином был его заместитель Кривицкий. Александр Юрьевич Кривицкий, 1910-1986 годы жизни. Журналист. Основная профессия. Руководящий член редколлегии газет и журналов. Во время войны Кривицкий. Специальный корреспондент и член секретариата газеты «Красная звезда». После войны. Два раза. С 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 годы. Заместитель главного редактора Симонова в журнале «Новый мир». В промежутке с 1950 по 1954 год, когда Симонов из «Нового мира» перешел в литературную газету, Кривицкий шагнул вслед за ним в редколлегию газеты, где заведовал отделом международной жизнью. С 1959 или 60 года перешел под «Знамена Кожевникова» в журнал «Знамя». Там он в член редколлегии, одно время заведующий отделом публицистики. Известность как журналисту принесли Кривицкому главным образом две статьи. «Завещание 28 павших героев» и «О 28 павших героях». Статьи, напечатанные в газете «Красная звезда» 28 ноября 1941 года и 22 января 1942 года. В них рассказано о бои под Москвой, происходившем 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосекова, где 28 советских воинов, жертвуя жизнью, задержали атаку на Москву, 50 немецких танков. Автор статьи назвал героев поименно и привел вдохновившие их на подвиг слова политрука. «Отступать некуда позади Москва. Ребята, не Москва ли за нами?» Пресса подхватила сенсацию, и 28 панфиловцев были канонизированы. В Дубосекове воздвигли им памятник. История их подвига вошла в тогдашние школьные учебники. А журналисту Кривицкому, первому о них написавшему, принесла почетную возможность заседать в редакциях журналов и газет в качестве одного из руководителей. В 1966 году Кардин, год рождения 1921, критик, публицист, автор статей и книг о советских писателях, историк Великой Отечественной войны и сам участник ее. В 60-е годы специалист по военной мемуаристике, а впоследствии в 70-е, 80-е, и сам автор документальных повестей о войне. Подверг критики некоторые исторические факты, считавшиеся до то ли незыблемыми. Это был залп с крейсера «Аврора», произведенный накануне штурма Зимнего, победоносный бой красноармейцев с немцами под Псковом 23 февраля 1918 года и, наконец, обстоятельства боя под Москвой в Дубосекове, когда немцы одним рывком намеревались захватить Москву в 41-м. Не в малой степени не отрицая героизм наших бойцов в битве под Дубосековым, Кардин, однако, уличал Кривицкого в сочинительстве. Он утверждал, что погибли там не 28 человек, а гораздо более, что некоторые из 28, которых Кривицкий объявил погибшими. Действительности живы. А если все 28 пали, то от кого же, например, могли бы стать известны Кривицкому вдохновляющие слова политрука? Указал он и на другие несообразности. На статью Кардина «Легенды и факты» Кривицкий ответил статьей «Факты и легенды», в которой вместо доводов прибег к привычному жанру политического доносительства. Кардин бросает тень на одну из военных патриотических святынь нашего народа. Рукою у Кардина брошен ком грязи в сторону подвига 28 героев и так далее. Последовали отклики военных, возмутившихся антипатриотической позицией Кардина, а затем и оргвыводы. В марте 67-го года секретарь отправления Союза писателей осудил Кардина. Появились грозные заметки в газетах, после чего он на долгие годы был лишен возможности печататься. Ну вот, однажды в январе 47-го года Симонов поручил мне просить у Бориса Леонидовича стихи для журнала. Пастернак дал несколько стихотворений, в том числе «Март» и «Бабье лето». «Возмутительно!» — закричал Кривицкий, едва пробежав глазами «Март». «Признаюсь, я опешила. Я была совершенно уверена в полной политической безвинности весенних стихов». «Нет, это невозможно!» — надрывался Кривицкий. «Это издевательство! Это прямой вызов!» «Да в чем дело-то? Где? Вы что же, читать не умеете?» И Кривицкий огласил крамольные строки. «Настя ж все! Конюшня и коровник! Голуби в снегу клюют овес! И всего живитель и виновник пахнет свежим воздухом — навоз. Всего живитель и виновник — навоз. Тут целая антисоветская философия. Это значит, что все в нашей стране, в том числе и советская власть, стоит на навозе. Я продолжала пребывать в столбнике». Расправившись с Мартом, Кривицкий накинулся на «Бабье лето». Быстрой, победоносной скороговоркой он прочитал. «Здесь дорога спускается в балку, здесь и высохших старых коряк, и лоскутницы осени, жалко, все сметающее в этот овраг. И того, что вселенная проще, чем иной полагает хитрец, что как в воду опущена роща, что приходит всему свой конец». Он грозно поглядел на меня. «Что глазами бессмысленно хлопать, когда все пред тобой сожжено, и осенняя белая копоть паутиную тянет в окно?» «Приходит всему свой конец», — кричал Кривицкий. «Чему всему? Советской власти лоскутница осень, и это значит, наши люди ходят в лохмотьях. Как в воду опущена роща, ходят понурые, как в воду опущены. «А все пред тобой сожжено? Как вам это понравится? Опять все? Строй, власть?» «Да ведь не о Красной же площади или Кремле идет речь», — ответил я, выйдя наконец из состояния столбняка и впадая в противоположное, в бешенство. Я чувствовала, что совершаю кощунство, но остановиться не могла. Ни Дворцовую площадь, ни Кремлевские башни предлагает поджечь Пастернак, как вы нарочно вчитываете в его стихи. Он говорит об осени, о красных осенних листьях. «Осень сжигает лес!» — это лирическое стихотворение, а не призыв к бунту, который вам хочется во что бы то ни стало у Пастернака найти. Нашпигованный Кривицким, Симонов некоторое время колебался между мной и им, а через несколько дней вдруг в присутствии Кривицкого вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем. Оба стихотворения опубликованы в Большой библиотеке поэта, безо всяких перемен. Однако ранее, когда Март печатался в Знамени, в 1954 году в четвертом номере, редакция этого журнала в лице Веры Михайловны Инбер тоже испугалась последних четырех строк, и Борис Леонидович вынужден был заменить их другими. «Перед приоткрытую конюшней голуби в снегу клюют овес, и приволья вешнего воздушней пахнет дарью мартовской навоз». В Большой библиотеке поэта текст полностью восстановлен. Симонов вскользь объявил мне, что Пастернака мы печатать не будем, и попросил передать это Борису Леонидовичу. Передавать отказ я отказалась. Так или иначе, а придется ведь мотивировать, не могла же я передавать Пастернаку Кривицкие мотивировки. Я настаивала, чтобы Симонов сам позвонил Пастернаку. Симонов понял меня и согласился. Но Кривицкий снова в крик. «Незачем тебе ему звонить. Я не ожидал от него, крупный поэт. Что за стихи он подсунул нам? Если это всего лишь о временах года, как в своей политической слепоте полагает Лидия Корнеевна, то это тоже безобразно. Ни слова о войне, о всенародных победах, и это в его-то положении, когда мы, желая его выручить, предоставили ему трибуну для покаяния. Мне жаль, — сказала я, — что мы вообще попросили у Пастернака стихи. Нисколько не жаль. Просили — он дал, а мы прочли и печатать не станем. Так ему и надо. Нечего стоять перед ним на задних лапках. Разве не обращаться к Пастернаку? Значит, стоять перед ним на задних лапках, — спросил я. Я замолчала. Анна Андреевна ждала. Я видела и слышала весь тогдашний разговор с совершенной ясностью, как будто это было не тринадцать лет назад, не вчера, а сегодня утром. Зимний свет от больших окон в большом кабинете. Квадратные кресла, фронтовскую галсту Кривицкого, заграничный портфель Симонова. Симонов тогда был первый человек из мне знакомых, который что ни год ездил за границу. «И долго еще вы после этих плодотворных бесед работали в Новом мире?» — спросила Анна Андреевна. «Нет, очень недолго. Я быстро ушла оттуда не только из чувства брезгливости, но и из чувства самосохранения. А что же Симонов позвонил Борису?» Я рассказала. Разговор между Симоновым и Пастернаком был не без юмора. Утром часов в девять меня поднял с постели телефонный звонок. Симонов. Обиженным голосом он сообщил мне, что накануне, не глядя на поздний час и большую усталость, позвонил Борису Леонидовичу сам. Объяснил ему ситуацию сердечно, мягко. Пастернак же, как обнаружил Симонов, человек неблагодарный. Забыв все попытки Константина Михайловича облегчить его участь, устроить его денежные дела и даже напечатать стихи, Борис Леонидович ему ни в чем не повинному наговорил грубости. Не успел Симонов повесить трубку, а я снова кинуться в постель, как позвонил Пастернак. Он торопился сообщить, что ночью ему звонил Симонов. Говорит, мне ваши стихи нравятся, но ситуация сейчас сложная. Не удастся мне сделать то, что мне хотелось бы. Он, видите ли, и рад был бы напечатать мои стихи, да, видите ли, не может, а я ему. Кто же это вам мешает работать, Константин Михайлович? Назовите этих людей, изобличите публично, ведь вы не какой-нибудь я, ведь вы, Симонов, один из виднейших, влиятельнейших общественных деятелей нашей страны, и вдруг вам, публицисту первого ранга, мешают. Вы обязаны немедленно выступить в печати и изобличить отдельных вредителей или те вредительские организации, которые вам, Симонову, смеют чинить препятствия в издании журнала. Я умолкла. Анна Андреевна смеялась. Борисик, вдруг с нежностью сказала Анна Андреевна. Я впервые услышала из ее уст такое прозвание. Это очередная схватка Пастернака с фарисейством, его правота, его сила и его беспомощность. Борисик. А к Зинаиде Николаевне с визитом я решила не ехать. Помолчав уже, ворчливо сказала Анна Андреевна. Послала телеграмму и хватит с нее. Она всегда меня терпеть не могла. Мне рассказывал один приятель со слов докторши, что когда мы с вами тогда шли по двору, помните, Зинаида Николаевна увидела нас из окна и ей предложила. Хотите взглянуть? Вот Ахматова. Но навстречу к нам не вышла и в дом не пустила. А однажды летом Корней Иванович послал меня к Борису Леонидовичу за срочно понадобившейся книгой. Увидя меня сверху, Пастернак шумно со мной поздоровался и попросил обождать на веранде внизу, пока он книгу найдет. Ко мне вышла Зинаида Николаевна. Борис Леонидович задержался, и мы пробыли минут десять глазу на глаз. Она завела речь о какой-то очередной газетной вылазке против Бориса Леонидовича. «Как вы думаете?» — спросила меня вдруг Зинаида Николаевна, весьма доверительно, хотя мы были едва знакомы. «Не следует ли Боре написать письмо наверх? Кому именно и какое?» «Не знаю», — сказала я. «Письмо писать наверх, я думаю, и неприятно, и бесполезно. Ведь все, что совершается внизу, все идет сверху. В таких случаях, я думаю, достойнее всего молчать. Ведь поливают же Ахматову грязью, а она писем наверх не пишет». «Нашли с кем сравнивать», — с раздражением ответила Зинаида Николаевна. «Боре человек современный, насквозь советский, а она нафталином пропахла». Этого разговора я, Анне Андреевне, разумеется, не пересказывала. Состоялся мой разговор с Зинаидой Николаевной, судя по другим моим дневниковым записям о Пастернаке, 25 июня 1947 года. Я спросила у Анны Андреевны, как поживает книга. «Марусенька звонила. Визит Казмина наконец состоялся, и все будто бы в порядке. Сейчас она приедет сюда. А пока что вот». Анна Андреевна открыла чемоданчик и протянула мне подарок — поэма. Новый окончательный экземпляр, и даже с надписью. Обычно она ставит только дату, а тут и дата, и надпись на первой странице. «Л.К.Ч. Дружески. Ахм. На последний. 18 июня 1960. Москва. Ахм. Каждый раз, даря кому-нибудь очередной машинописный экземпляр «Поэмы без героя», Анна Андреевна имела обыкновение писать на обороте последнего листа окончательный текст. Надписи же делала редко. Скоро приехала Мария Сергеевна со списком стихов, собранных для книги Казиминым. Анна Андреевна глянула мельком, одним глазом, и вдруг аккуратно согнула листок, провела ногтем по сгибу, оторвала конец, и с каким-то спокойным бешенством принялась рвать бумагу в клочки. «Нет, этого не будет. Этих стихов я вставлять не дам». И рвала, и рвала оторванную бумагу в мелкие клочья. «Анна Андреевна, не надо. Анна Андреевна, вам достаточно зачеркнуть. Ведь это только предлагают. Вам достаточно им сказать». Но Анна Андреевна не успокоилась, пока не кончила расправу. «Я все время боялась, что мне это вставят», — сказала она. «Потом собрала клочья комом, сжала их в кулаке, вышла на кухню и бросила в помойное ведро. Это были стихи слава миру, которые она ненавидит. После этой операции она повела нас в столовую чай пить, веселая и благостная». Впоследствии, в 1965 году, когда Струвы подготавлял к печати первый том сочинений Анны Ахматовой, Анна Андреевна, встретившись с ним в Лондоне, лично заявила ему, что цикл этот она публиковать запрещает. При жизни Ахматовой, в томе первом, Струвы славу мира не напечатал, а в томе втором, когда Анна Андреевна уже не была в живых, опубликовал, да еще в основном тексте, наравне с другими стихами. На мой взгляд, это то же самое, что на суде использовать, наравне с достоверными свидетельствами, показания, данные под пыткой. Цикл славы миру, фактически слава Сталину, написан Ахматовой как «Прошение на высочайшее имя». Это поступок отчаяния. Лев Николаевич был снова арестован в 1949 году. 25 июня 1960-го. Утром я встретила на Ленинградском вокзале Шуру, Александру Иосифовну Любарскую, и, взяв такси, доставила ее прямиком в Переделкино. И только там вспомнила, да ведь вчера или третьего дня, всегда я путаю, день рождения Анны Андреевны. Дед срочно написал письмо, я нарезала букет Джасмина и отправилась обратно в город, поездом на Киевский, оттуда прямо к ней. Анна Андреевна, видимо, только что поднявшаяся, самостоятельно пила кофе в столовой. Нина Антоновна в командировке, Виктор Ефимович в Голицыне. Столовая вся уставлена цветами. Не все такие розявы, как я. Огромная корзина гортензий на полу, а на столе розы. Пришла Надежда Яковлевна. Тихим и многозначительным голосом она внушала мне, что я очень помолодела. Вам, наверное, это часто теперь говорят, сказала Анна Андреевна. Случается, — ответила я, — да зеркала выводят всех на чистую воду. Анна Андреевна спросила, помню ли я стихи Цветаевой Маяковскому? Там, где загробный диалог между Маяковским и Есениным. Я вообще Цветаеву знаю плохо и люблю, хоть и сильно люблю, лишь немного. Из стихов Цветаевой Маяковскому помню всего четыре строки. «Чтобы край земной не вымер Без отчаянных дедей Будь, младенец, Володимир, Целым миром Володей» Они сильные, а дальше я не помню. Анна Андреевна протянула мне стихотворение на машинке и потребовала, чтобы я прочла вслух. Я прочитала. «Диалог неприятный, Слишком какой-то бравый и лихой для Залитейского». «Здорово, Сережа, Здорово, Володя!» И дальше опухшая рожа. «Нет, Марина Ивановна, Негожа». «Каркает над кровью, как ворона», Жестоко сказала Анна Андреевна. «Жестоко?» «Да». «Но не везет мне с Мариной Ивановной. Чуть только успею я что-нибудь у нее полюбить, Как непременно она же меня каким-нибудь стихом и оттолкнет». Стихотворение нарочито неблагозвучное, Нарочито спотыкающееся, Каркающее. А ведь когда человек видит Окровавленную подводу, В кровавой рогоже, На полной подводе, Все тоже, Сережа, Все тоже, Володя. Когда обречен видеть эту подводу поэт, Да и просто обыкновенный человек, Не карканье у него из груди врывается, А какой-то иной звук. Это антимузыкальное стихотворение Не во внешнем своем выражении, А изначально изнутри. Встретили ли они ее словами? «Здорово, Марина!» Я ушла, обещав позднее прийти надолго. Анна Андреевна нарядная, Вся в белом, Что ей необычайно идет. Взрослых никого, Но в комнате мальчиков бурлят гости. Сегодня Миша окончил университет. Сбегав по просьбе Анны Андреевны за сыром, Он принес нам в столовую Бутерброды и чай. Анна Андреевна сказала мне, Что бросила принимать какое-то лекарство, Которое принимала по поводу Недостаточности щитовидной железы. И теперь чувствует себя гораздо лучше. Вернулись к разговору о Пастернаке, О мученичестве. Сегодня она была кротче. Я сказала ей, между прочим, Насчет ее же строки И тот горчайший гепсиманский вздох. И попыталась передать Общее чувство на похоронах. Безмолвное сознание, Что хоронит мученика, Хоронит без труп и слов, Но победно. И что на похоронах Пастернака Русское общество Воздавало почесть не ему одному, А и другим замученным. Над головами во гробе Пастернака Плыла вся замученная русская литература, А он стал воплощением многих судеб. Она не спорила. — Это я с Тарковским, — Поссорилась давеча, — Призналась она. — Вот он теперь прислал мне Корзину цветов, Такую пышную, Будто я не я, а Русланова. Я спросила, Кончила ли она То стихотворение Пастернаку, Посмертное. — Не совсем, — Ответила она. — Вождь все же мешает. — Ничего, Я его уберу Или спасу каким-нибудь прилагательным. — Не спасла, Убрала, сделала так. И нас покинул Собеседник Рощ. Мы перешли из столовой в ее комнату. Я спросила, Как подвигается в издательстве книга. Был у меня Казьмин, зав. А через день Замотин, Еще завия. Мастислав Борисович Казьмин. 1920-1992 годы жизни. Тогда заведующий редакцией Русской советской литературы В Гослит-издате. Николай Александрович Замотин. Год рождения около 1910-го, Год смерти около 1961-го. Заместитель главного редактора Всего Гослита. Представьте, Ручку мне поцеловал. Я от Замятина совсем не ожидала. Сообщил мне. Мы обратились в типографию с письмом. Подумайте, какая высокая инстанция. Сама типография. Обратились в типографию, поддерживая просьбу старейшей писательницы выпустить книгу без макета и с корректурами. Но, думаю, новые времена настали. Ручку целуют, заботятся. А он чуть дело коснулся стихов. Как пошел хамить, того нельзя, этого нельзя. Одни обрывочки остались. Им самим для чего-то надо выпустить мою книгу как можно скорее. И при этом не позволяют включить в сборник ничего прежде ненапечатанного. Почему? И требуют, чтобы под каждым стихотворением стояла дата. Но это не портит стихов, сказала я, не подумав. А, по-моему, это безобразие. Это насилие над волей поэта. Поэт имеет право не сообщать современникам, когда и по какому поводу написаны те или другие стихи. Она протянула мне содержание, переписанное на машинке. Я, шевеля губами, начала вникать в состав. Вот, вы первые читаете книжку. Вы ведь за каждым названием видите стихотворение. Я натолкнулась на «Как мой лучший день, я отмечу?» Переменю в корректуре, утешила меня Анна Андреевна. «Белым камнем тот день отмечу». Это ведь уже другое, не правда ли? Вы довольны? Ну, конечно. Затем я дошла до стихотворения, на мой взгляд, жестоко испорченного ею в предыдущем издании, вместо любимого мною. «Мой городок игрушечный сожгли, и в прошлое мне больше нет лазейки. Игрушечный городок для царского села — это так точно. У нее стало. Что делать мне? Они тебя сожгли. О, встреча, что разлуки тяжелее». Пышное восклицание «О» мешает, мне кажется, интимности тона. Я спросила, восстановит ли она прежнюю. Нет, Лидия Корнеевна, тут вы не правы. Вам напрасно не нравится строчка «О встрече, что разлуки тяжелее». Звук этой строки — главная тема эпохи. Это очень точно. Встречи в наше время тяжелее разлук. Знаю. Прочла ей Самойлова. «Возвращение труднее, чем разлуки. В них мучительней привкус потерь». «Да», — сказала Анна Андреевна, «но надо еще жестче, еще страшней». Помолчали. Потом она вдруг заговорила о ШАО, тамошней семейной ситуации. «Знаете, Лидия Корнеевна, я пришла к убеждению, что разводиться с семидесятилетней женой в этом есть что-то неприятно-комическое. Я сказала, что женщин, которые не дают своим мужьям развода и держат их при себе насильно, я уважать не способна. Пожалуйста, не объясняйте мне. Я сама всегда за развод. Хотя бы потому, что если нет развода, люди прибегают к другому способу, мелко-мелко шинкуют нелюбимого супруга и сдают его изрубленное тело в корзине в камеру хранения на вокзал. И все-таки я нахожу, что семидесятилетней женой можно и не разводиться. Это смешно». Заговорили о здоровье маршака. Анна Андреевна сказала, что собирается навестить его во вторник, но если будет усталая после дневного визита к Виноградовым в Узкое, не поедет. Я удивилась, ведь Самуил Яковлевич всегда посылает за ней машину. На его машине я не поеду, у него грубый шофер. В прошлый раз он спросил у меня, не купила ли я уже собственную машину. Я ответила, я живу в Ленинграде, и когда куплю себе свою, вам от этого все равно легче не станет. Затем вернулась к Маяковскому. Академик Виноградов рассказывал, что он лично своей рукой запретил воспоминания Лили Брик о Маяковском. Он Маяковского, в отличие от меня, не любит, но все же считает ее воспоминания полным безобразием и бесстыдством. Ныне мемуары Брик из воспоминаний опубликованы Катоняном в журнале «Дружба народов» 1989 год, номер 3. Она там рассказывает, например, как Маяковского послали в Берлин написать какие-то очерки, а он неделю просидел в бильярдной, носу на улицу не высунул, а потом написал очерк, ни на что не поглядев, что он был чудовищно необразован, ни одной книги, кроме преступления и наказания, я в жизни не прочитал. Неизвестно, от себя тина это, вранье или правда, а вот опубликованию его писем к ней я рада. Многие ведь воображают, будто у Бриков был литературный салон, а из его писем к ней видно, что это было в действительности. Я ее видела впервые в театре, на продавцах славы, когда ей было едва 30 лет. Лицо несвежее, волосы крашеные и на истасканном лице наглые глаза. Не знаю, по какой ассоциации, я рассказала ей о рукописи Зелинского, которую недавно прочла. Называется «Человек совести. Воспоминания о Сейфулиной». Среди опубликованных воспоминаний о Сейфулиной воспоминаний с подобным заглавием мною не обнаружено. «И почему этого негодяя, лишенного совести, тянет рассуждать именно о совести?» спросила я. «А почему Раскольникова тянула на место убийства?» «Все по тому же». Но вот Сейфулина была действительно прекрасный человек. Добрая, умная и показала себя как отличный товарищ. Когда в 1935 году арестовали Леву и Николая Николаевича, я поехала к Сейфулиной. Она позвонила в ЦК, в НКВД, и там ей сказали, «Чтобы я принесла письмо к Сталину в башню Кутафью и Паскребышев передаст. Я принесла. Лева и Николай Николаевич вернулись домой в тот же день». Кажется, это был единственный хороший поступок Иосифа Виссарионовича за всю его жизнь. В 1938 году, когда арестовали Леву, все уже было тщетно, но о Сейфулиной у меня сохранилось самое лучшее воспоминание. Хлопача в 1935 году об освобождении сына и Николая Николаевича Пунина. Анна Андреевна останавливалась в Москве у Пастернаков. Волхонга, 14, квартира, 9. Сын Бориса Леонидовича, Евгений Борисович, рассказывает, что именно к ним позвонил Паскребышев со счастливым известием. Анна Андреевна спросила, известно ли мне, что в Риме по Борису Леонидовичу отслужил мессу римский папа. Я этого не знала, но в ответ спросила, слышала ли она, что по случаю кончины Пастернака выразила свое соболезнование семье бельгийская королева. Все это лестно, да ведь поэзия Пастернака недоступна им, иностранцам, даже проза вряд ли. Так что и лестно, и грустно. Занимают меня не иностранцы, с которых спроса нет, а наши, позора не оберешься. Наталья Иосифовна спросила у драматурга Штейна, был ли он на похоронах. Нет, ответил он, я ни в коем случае не стал бы принимать участие в этом антисоветском мероприятии. Тут, конечно, поразительнее всего слово «мероприятие». Для той категории лиц, которой принадлежит Штейн, похороны – мероприятие. Сразу выдает принадлежность к чиновничеству. Я никогда не читала и не видала ни единой пьесы Штейна, но смело утверждаю – отвратно. Вот каждая его пьеса, она-то, наверное, и есть мероприятие. Чиновники, кстати, на похоронах не дремали, присутствовали при мероприятии. Воронков составил, говорят, списки членов Союза, побывавших у гроба. Он разделил их на две группы. Первая – писатели беспартийные, вторая – писатели члены партии. Константин Васильевич Воронков 1911-1984 годы жизни. В то время – оргсекретарь Союза писателей, а впоследствии – замминистра культуры СССР. На похоронах он строго следил за всем происходящим, но списки присутствующих составлял, как говорят, не он лично, а кто-то из его подручных. «Интересно, станут ли взыскивать спортивных? Общественная наша жизнь печальна», написал когда-то Пушкин Чаодаеву. «Но печально – не то слово. Впрочем, письмо по-французски. Что делается у нас с людьми?» «Приезжал в индивидуальном порядке часа за два до похорон проститься с Пастернаком Шкловским». А ему следовало дома сидеть, ведь это он и Сельвинский, случайно оказавшись в день исключения Пастернака из Союза писателей за тысячи верст где-то на юге, не то в Ялте, не то в Коктебеле, то есть имея счастливую возможность не участвовать в позорище, сами пошли на телеграф и послали в Союз телеграмму, что присоединяют свое возмущение к общему. История эта рассказана мною не с полной точностью. Уточняю. В октябре 1958 года, когда разыгрались пастернаковские события, Шкловский и Сельвинский отдыхали в Ялте. Узнав, что Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе, Сельвинский послал новому лауреату поздравительную телеграмму. Затем, когда 25 октября в литературной газете появилась статья под угрожающим названием «Провокационная вылазка международной реакции», подобные же сочинения появились и в других газетах. Писатели Сельвинский, Шкловский, а с ними и Евгеньев, заместитель главного редактора в журнале «Москва», и Дьяков, заведующий отделом художественной литературы в издательстве «Советская Россия», отправились в редакцию Ялтинской газеты, чтобы присоединиться к общему возмущению. В пятницу 31 октября 1958 года в местной курортной газете под мирным заголовком на литературном четверге с подзаголовком «Встреча с писателями» были напечатаны фотографии четырех литераторов, участников беседы, и их высказывания. Каждый говорил о своем. Сильвинский о трагедии в стихах «Смерть Ленина», которую он только что окончил, Дьяков о новосозданной газете, Евгеньев о недавно созданном журнале, Шкловский об оконченной им книге по теории прозы и о том, как Алексей Максимович Горький учил писателей работать с молодыми. Но о чем бы кто ни говорил, все кончали одинаково, возмущались пастернаком. «Выступившие литераторы», сообщала своим читателям курортная газета, «присоединились ко всей советской писательской общественности и разделили ее гневное возмущение предательским поведением Пастернака, опубликовавшего в буржуазных странах свое художественно убогое, злобное, исполненное ненависти к социализму антисоветское произведение «Доктор Живаго». «Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад», сказал Сильвинский. «Был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство». Пастернак выслушивал критику своего доктора Живаго, говорил, что она похожа на правду, и тут же отвергал ее, сказал Шкловский. «Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства». Отрыв от писательского коллектива, от советского народа, привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачке которой он польстился. «Да, все мы убийцы, и те, кто были на собрании, и те, кто подобно мне уклонился, не пошел, а надо было пойти и кричать. Нашего Колю Борис Леонидович любил, а Коля выступил против него на заседании президиума. И он-то ведь любил Пастернака, и в отличие от какого-нибудь Сергея Сергеевича Смирнова и других деятелей знал, кто такой Пастернак. И Шкловский знает, и Сельвинский, наверное, тоже. Я Колю не оправдываю, но он действовал по должности, а эти двое по велению сердца». Николай Корнеевич с детства любил и понимал поэзию, классическую современную русскую и классическую английскую. Многие его переводы исполнены с увлечением и мастерством. Пастернака, Мандельштама, Ахматову, Заболоцкого он любил и знал наизусть. Собственную свою литературную жизнь Николай Чуковский начал как поэт в студии Дома искусств, был учеником Гумилева, затем вошел в кружок молодых поэтов, звучащая раковина, а в 1928 году опубликовал книгу стихов «Сквозь дикий рай». Ленинград издательство писателей. В юности был знаком с Мандельштамом и впоследствии написал о нем воспоминания. А также книгу Николай Чуковский «Литературные воспоминания. Москва, 1989 год». Общую характеристику Николая Чуковского 1904-1965 годы жизни про Зайка, автора романов, мемуаров, повестей и рассказов. Перепоручаю краткой литературной энциклопедии. Том 8. Анна Андреевна слушала мой монолог молча и сочувственно. Потом я заговорила об Ольге, что неправда, будто ее не пускали проститься. Умирающий сам не хотел ее видеть, а после смерти я-то застала ее только у двери в день похорон. А Мария Сергеевна угроба. Ольга вошла, положила букет роз и долго стояла. Ей, по слухам, за день до похорон дали возможность в одиночестве проститься с покойным. Слухи, слухи. Я слышала, будто Асмуса уже тягали в какой-то ученый Синклит и там допрашивали. Правда ли, что он в речи на могиле назвал Пастернака великим поэтом? Речь Асмуса была скромнейшая. Я плохо ее помню, но, кажется, действительно назвал. Поразил меня, между прочим, Самуэл Яковлевич. Он понимал Пастернака, ставил высоко, но совершенно чуждался его поэзия. Очень уж другие, не Твардовские стихи, не Бернс, не Блейк, не Пушкин, не фольклор. На днях я навещала Маршака в больнице. Он меня укорил. Зачем не сказал он во время его тяжелой болезни о смерти Бориса Леонидовича? Я взял газету, в которой что-то было завернуто, и вдруг читаю «Член Литфонда Пастернак, мерзавцы, мстительные мерзавцы». Меня как кнутом по лицу. Был уже поздно. Я несколько раз прощалась, но Анна Андреевна меня удерживала. Я люблю бывать с вами один на один, а то мы все видимся только на людях. Наверное, чтобы я не уходила подольше, она прочла мне новые стихи, еще не оконченные, из первой книги царств. Я не ухватила, какие они. Я спросила, собраны ли у нее уже, наконец, дома все ее стихи? Все ли записаны? Тут воспоследовал мне монолог, взрыв. Записываю ли я свои стихи, и это спрашиваете вы? Вы? Она подошла к табуретке, на которой стоял чемоданчик, и с яростью принялась выкидывать оттуда на тахту рукописи, книги, тетради, папки, блокноты. Как я могу записывать? Как я могу хранить свои стихи? Бритвой взрезают переплеты тетрадей, книг. Вот-вот, поглядите. У папок обрывают тесемки. Я уже в состоянии представить коллекцию оборванных тесемок и выкорчеванных корешков. И здесь так, и в Ленинграде так, вот-вот. Она швыряла на стол тесемки и картонки. Господи, думалось мне, но зачем вы дергиваете тесемки? Ведь их развязать можно. Я попросила у Тани Айзенман французскую библию. Эмми понадобилась для Лермонтова. Это вообще редкость, да к тому же семейная реликвия. И не успела передать ее Эмми, как сейчас же был взрезан переплет. Не знаю теперь, как Тане, буду и в глаза глядеть. Татьяна Семеновна Айзенман. Год рождения, 1914. Искусствовед, автор нескольких работ о современных советских художниках, например, о Борисе Ефимове, о Леониде Софертисе, и о русском народном искусстве, плетение кружев, резьба по дереву и прочее. Мать Татьяны Семеновны, художница, ученица Леонида Пастернака. Французская библия, семейная реликвия в доме Айзенман, потому что дед Татьяны Семеновны, Александр Вениаминович Бари, 1847-1913 годы жизни, инженер по металлоконструкциям, знаменитый строитель одного из павильонов на Всемирной выставке в 1878 году в Филадельфии. Родом был из Швейцарии. У меня был экземпляр романтических цветов Николая Степановича, лично для меня отпечатанный, и с его надписью «И тот взрезан и вспорот». Она уже не раз говорила мне об этих операциях, но никогда еще с такой страстностью и негодованием. Что я могла ей ответить, по-видимому, хранение стихов и в наше новое время, возможно, только одним единственным, давно испытанным способом. Общественная наша жизнь печальна. Я решительно собралась уходить. Взяла свой новый зонтик, попробовала просунуть руку в шнурок-петлю, но не удалось. Анна Андреевна попыталась помочь мне. «У меня слишком большая рука», — сказала я. «Не у вас большая, зонтик китайский, у китаянок маленькие руки», — утешила меня Анна Андреевна. «Нет, попробуйте вы, ваш-то, наверное, пройдет, теперь и у меня большая. Когда ты в самом деле была маленькая, Срезневский говорил, такие маленькие ручки, что на них нельзя надеть наручники. Она проводила меня до дверей. А вот и надели, и не только на руки, а на всю мою жизнь». Второе июля 1960-го. Вызвала меня по телефону, попросила прийти. Голос звонкий, встревоженный и счастливый. Услыхав мой ответ, она воскликнула. «И как можно скорее!» Сегодня у нее, видимо, встреча с молодостью, и при том не горькая, а радостная, с Мандельштамом, с Цветаевой и с самой собой. Она возбуждена, говорливо, никакой одышки, надменности, никакого величия. Движется легко, быстро, порывисто и говорит, говорит без умолку. «Вот смотрите, это я достала. Мне принесли из литературного музея. Они ходят ко мне, выпрашивают. Вот и я у них выпросила. Фотография Мандельштама отличная. Я его видела в жизни раз десять, из них более или менее вплотную раза четыре. Трижды слушала стихи. Всегда он казался мне старым, наверное, потому, что сама я тогда была в том возрасте, когда все люди, после тридцатилетние, представляются старыми. Не правда ли, тут он поэт-романтик, этакий Байрон Шелли? Я отвезу Орлову. Я ведь член комиссии по литературному наследию Осипа. Вот как я работаю. Что им достало? Какую именно фотографию молодого Мандельштама показала мне в тот день Анна Андреевна, не помню. Кроме Мандельштама на столе передо мною, были выложены две фотографии Марины Цветаевой, одна с дочкой на руках, и фотографии Ахматовой, которую я уже знала, но теперь в увеличенном виде. Фотографии Марины Ивановны привезли Сосинские. Владимир Брониславович и Ариатна Викторовна Сосинские вернулись из-за границы в Советский Союз в 1960 году. Владимир Брониславович 1900-1987 годы жизни. Русский литератор, иммигрант, долгое время жил во Франции, был знаком с Мариной Цветаевой и переписывался с ней. Во время фашистской оккупации Владимир Брониславович участвовал во французском сопротивлении. В 1945 году принял советское гражданство. В 1947 сделавшись работником секретариата ООН, переехал в Америку, а в 60-м вернулся на родину. Анна Андреевна положила передо мною рядом одну фотографию Марины Ивановны и другую, свою, и спросила, узнаете? Я не поняла. Брошку узнаете? Та же самая. Мне ее Марина подарила. Я вгляделась, безусловно, так, одна и та же брошка на платье у Цветаевой и Ахматовой. Затем рассказала мне, что напечатано во Франции со слов Триоле, будто Мандельштама погубил Пастернак. Своим знаменитым разговором со Сталином, когда Сталин позвонил Пастернаку по телефону после первого ареста Мандельштама. «Это совершенная ложь», сказала Анна Андреевна. «И я и Надя решили, что Борис отвечал на крепкую четверку. Борис сказал все, что надлежало, и с достаточно мужеством. Он не тогда же пересказал от слова до слова. Не на пять, а на четыре только потому, что был связан. Он ведь знал те стихи, но не знал, известны ли они Сталину. Не хочет ли Сталин его самого проверить? Знает ли он? Стихи о Сталине. Написаны они были в конце 1933 года, и из-за них Мандельштам в 1934 впервые был отправлен в ссылку. В чердень. Привожу эти стихи в том виде, в каком знал их наизусть еще до опубликования, то есть цитирую не по собранию сочинений, а по памяти. Мы живем под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы как черви жирны, а слова как пудовые гири верны, тараканьи смеются усище, и сияют его голенище, а вокруг него сброд тонкашей их вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычит, он один и бабачит, и тычет, как подковый кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз, что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. На ней весь эпизод из биографии Мандельштама, связанный с этими стихами, рассказан и опубликован и на Западе, и у нас. Новое о Мандельштаме Бенедикт Сарнов, заложник вечности, Огонек, 1988 год, номер 47, Виталий Шанталинский, улица Мандельштама, Огонек, 1991 год, номер 1, О непосредственном вмешательстве Сталина в дело Мандельштама, в письмах Бухарина последних лет, в журнале Источник, 1993 год, номер 2. Пришел Эдик Бабаев. Анна Андреевна и ему радостно и поспешно продемонстрировала фотографии, напомнила о разговоре Сталина с Пастернаком и продолжала рассказывать. Мы тогда вместе с Борисом подняли в Москве страшный шум. Времена были еще вегетарианские до Кирова и еще можно было шуметь. Мне Русланов покойный помог тогда пройти в Кремль к Янукидзе. Лев Петрович Русланов 1896 1937 годы жизни актер Театр Вахтангова исполнитель ролей в пьесах Горького и Метерлинка одно время заведующий литературной частью театра. Благодаря Русланову Ахматовой удалось встретиться с Янукидзе, потому что Русланов был лично знаком с его секретарем. Янукидзе выслушал «Мое заступничество» и потом. «А может быть какие-нибудь стихи?» Она произнесла эту фразу с ярким грузинским акцентом и рассмеялась, прикрыв руками лицо. «Господи, ну, конечно, стихи! Что же другое у поэта? Я знала, какие!» Могла бы прочесть наизусть. Затем со слов тех же Сосинских рассказала, что сейчас на Западе из русских поэтов более всех переводят Мандельштама. «А я не иду», добавила она, «я не нравлюсь». И снова рассмеявшись пояснила, «Как Пушкин, прошу меня извинить». Я подумала, что Мандельштам переводим, а Пушкин или Ахматова нет, вообще нет, ведь бросающихся в глаза резких особенностей стиля у Мандельштама, у Маяковского, у Цветаевой гораздо больше, чем у Ахматовой или у Пушкина. Пойди переведи сладостную и многозначную упоительность пушкинской строчки в край родной на север с юга. Не верю я, конечно, и в западные переводы Мандельштама, но в Мандельштамовской поэзии переводчику, по крайней мере, есть за что уцепиться, и в случае неудачи переводчик может все свалить на подлинник, такие, мол, у самого автора причуды. Пушкин же при феноменальной сложности и смелости, многослойности и глубине в переводе должен звучать банальным простачком. Воображают же у нас обыватели, будто Пушкин писал просто, и они его с детских лет поняли. «Я тишайшая, я простая», издевательски написала, издеваясь над тупостью читателя, «яростная, а не тишайшая, и сложная, а не простая», Анна Ахматова. Сложность в своеобразии Мандельштама бросаются в глаза, и это, как ни странно, облегчает задачу переводчика. «Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью, нет, с муравьиной кислинкой, от них на губах остается янтарная сухость», или «Кому жестоких звезд соленые приказы», или «Никак не уляжется крови сухая возня». Мандельштам на родном языке поражает, поражает, наверное, и на других языках. «Поражающее» и у Пушкина поддается переводу. Вонегине о Наполеоне «Сей муж судьбы, сей странник бранный, пред кем унизились цари, сей всадник папою венчанный, исчезнувший, как тень зари, или измучен казнью покоя». Тень зари покой, который есть казнь, всадник, венчанный папою. Все это поражающее, а потому, быть может, и переводимо. Но о колокольчике «колокольчик однозвучный, утомительно гремит», или о луне «на печальные поляны льет печально свет она». Что из этого в переводе может выйти, кроме банальности? Подумаешь, находка, «на печальные поляны печально льет свет луна». Банальщина. Поразительные находки у Ахматовой поставлены так, что совсем неприметны. Во дворце горят окошки, тишиной удалены, ни тропинки, ни дорожки, только проруби темны. Приметит ли переводчик среди этих тривиальнейших тропинок и дорожек и темных прорубей? Ведь проруби всегда темнее, чем снег. Что сказать о светящихся окнах? Тишиной удалены. Значит, из-под тишка совершить чудо. Я спешила, увы. Она уезжает в Ленинград, в будку, месяца на три, надолго. Долго мы не увидимся, а провожать ее сегодня вечером я не могу. Да, на прощание она рассказала смешную историю. У нее побывала Мару Маркарян, чьи стихи она переводит. О своих встречах с Анной Андреевной Мару Маркарян год рождения 1915-й написала воспоминания «Великий урок Анны Ахматовой». Они опубликованы в книге Анны Ахматова «Стихотворение переводы. Ереван 1989 год». Анна Андреевна переводила стихи армянской поэтессы не один раз. Так, например, ее переводы помещены в сборниках Мару Маркарян стихотворение «Москва 1955 год», лирика «Москва 1960 год», «Горная дорога Москва 1962 год», избранные переводы Ахматовой из Маркарян есть в двухтомнике за 1990 год второй том. Мару славная женщина, но плохо говорит по-русски и как-то монотонно, «А я плохо слышу, Моро сидит у меня что-то говорит, 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 а я думаю свое, даже стихи сочиняются, вдруг я расслышала, она относится к вам молитвенно», спрашиваю, «Кто это она?» Сафаронов. 7 июля 1960 год. У Анны Андреевны был, оказывается, приступ аппендицита, ее оперировали в больнице в Гавани. 23 сентября 1960 Свою гослитовскую книжку Анна Андреевна поручила Марии Сергеевны Петровых. Мария Сергеевна уже несколько раз звонила мне в большой тревоге. Редакция обезобразничает, хочет целиком выкинуть весь цикл из сожженной тетради, вставляя те стихи, которых Анна Андреевна вставлять не желала и прочее и тому подобное. Не завидую я Марии Сергеевне, как с этой шайкой управляться, особенно когда бой идет не за свои вещи, а за чужие. Я настаиваю, чтобы Мария Сергеевна срочно дала знать обо всем Ахматовой, пусть Анна Андреевна решает сама. Мария Сергеевна колеблется, по-видимому, бережет Ахматовское сердце. Но сегодня сказала мне, что пошлет письмо с отъезжающим нынче в Ленинград Володей Адмони. Для меня Владимир Григорьевич Адмони, доктор наук, профессор, попросту Володя, потому что в отреческие годы мы учились в одной и той же школе, в бывшем Тенишевском училище в Петрограде. Владимир Григорьевич Адмони, 1909-1993 годы жизни, и жена его, Тамара Исааковна, Сильман, 1909-1974 годы жизни, друзья Ахматовы и Петровых, оба они литературоведы и филологи, профессора ленинградских вузов, оба специалисты по теории немецкой грамматики и стилистики, кроме того, оба переводчики и теоретики перевода. Совместно Адмони и Сильман написали книгу Томас Манн, очерк творчества, Ленинград, 1960 год. Такие книги Адмони, как «Строй современного немецкого языка» Ленинград, 1960-1966-1972 годы или «Основы теории грамматики» Ленинград, 1964 год, книга Сильман «Проблемы синтаксической стилистики» 1976 год вышла не только в СССР, но и по-немецки ФРГ. Адмони был членом-корреспондентом ученого совета Института немецкого языка в Мангейме, почетным доктором философии Упсельского университета, членом-корреспондентом Геттенгенской Академии наук. Он был удостоен также премии Конрада Дудена и, наконец, одной из почтеннейших наград Института имени Гёте в Мюнхене «Золотой медали имени Гёте». С Ахматовой Адмони познакомился в конце 30-х годов, не имея еще всех этих иноземных званий и наград в Пушкинском доме. Поначалу они встречались нечасто, подружились прочнее в эвакуации в Ташкенте, где Владимир Григорьевич стал бывать у нее вместе с Тамарой Исааковной. С тех пор Адмони и Сильман постоянные посетители Анны Андреевны, слушатели ее новых стихов и переводов. Они навещали Ахматову и в Комарове, и в больнице. Не раз, когда оказывалось, что жить ей негде, она поселялась у них. Адмони автор воспоминаний об Ахматовой. На рубеже шестидесятых Журнал «Звезда» 1989 год номер шестой Знакомство и дружба Сборник Воспоминания А также книга Тамара Сильман Владимир Адмони Мы вспоминаем 1993 год Владимир Григорьевич с юности писал стихи. Ахматова отзывалась о них с интересом и одобрением. Публиковать стихи Владимира Адмони начали лишь через два десятилетия после ее кончины. Восьмидесятые годы Из «Долготы дней» 1984 и «Поэма полета» 1990 Ахматовой Адмони посвятил несколько стихотворений, напечатанных в журнале «Нева» 1988 номер 7 в журнале «Звезда» 1989 номер 6 а также за границей в США в сборнике посвящается Ахматовой 1991 год. В годы Ганинина Иосифа Бродского Адмони выступал как один из деятельных его защитников. 30 сентября 1960 сегодня мне позвонила вернувшаяся из Ленинграда Ника Гленн Я с ней незнакома впервые слышу имя и точно и четко и кратко передала мне высочайшие распоряжения повидаться не откладывая Соксмана который хорош с Казьминым и передать ему следующее Ахматова не согласна на уничтожение цикла из сожженной тетради все стихи этого цикла уже печатались в наших журналах я записала под диктовку Гленн что и где Сноска Ника Николаевна Гленн год рождения 1928 переводчица в то время сотрудница одной из редакций издательства художественной литературы специалистка по Болгарии Ника Гленн близкий друг Ахматовой они познакомились и подружились в 1956 году с 58 по начало 63 Ника Николаевна была литературным секретарем Анны Андреевны с конца 1962 по начало 1963 Анна Андреевна в Москве гостила у нее на Садово-каретной 8 в квартире 13 а летом и осенью 1962 года Ника дежурила возле Анны Андреевны в Комарове в Будке Гленн автор воспоминаний об Анне Ахматовой вокруг старых записей сборник воспоминания составительница вместе с Озеровым сборника «Узнают голос мой» Москва педагогика 1989 год и с мая 1988 года секретарь комиссии по литературному наследию Анны Ахматовой при Союзе писателей СССР Редакцию по-видимому смущает название Выходит будто Ахматова жгла какие-то свои стихи Так вот пусть назовут весь цикл «Шиповник цветет» и снабдят эпиграфом Несказанные речи я больше не твержу Но в память стойней встречи шиповник посажу На добавление некоторых стихотворений Анна Андреевна скрипя сердце согласилась Мне повезло Юриан Григорьевич как раз сегодня вернулся из Подрескова Я передала ему для воздействия на Казмина Ахматовский ультиматум Итак мы с Марией Сергеевной были правы что послали Анне Андреевне срочную эстафету А то редакция под шумок с благословения Перцова и Веры Инбер члены редколлеги ревнители русской поэзии Сдала бы в типографию изуродованную книгу Книга и без того изуродована На хоть шиповник расцвел и благоухает Решаюсь высказать осторожное предположение Заглавие шиповник цветет Не найдено ли Ахматовое у Пушкина Там соловей Весны любовник Всю ночь поет Цветет шиповник Евгений Онегин Глава 7 8 октября 1960 год Вчера Анна Андреевна позвонила мне И сегодня я была у нее весь вечер Она отяжелела постарела И очень раздражена Быть может это просто усталость Сегодня Ахматовка Как называл такие дни переполненные людьми Пастернак Нынешняя Ахматовка длилась с утра до вечера Анна Андреевна прочитала мне новые стихи Муза Что там? Окровавленные плиты или замурованная дверь Трагический тенор эпохи Облоки Затем стихи Борису Леонидовичу Как лежа в больнице он проза рассказал ей свое будущее стихотворение Прочитала новые стихи Как и жить мне с этой обузой Что там? Окровавленные плиты Это строка из стихотворения Эхо Облоки И в памяти черный пошарев найдешь Борису Леонидовичу Это словно дочка слепого Эдипа Затем Анна Андреевна прочитала новинки в поэму Да еще какие Расширенный кусок в решке и посвящение третье и последнее Настоящее болдинское осень В стихотворении Муза она очень отчетливо произносит «Отрепет рифмоя слепет» И притом главная точка раздражения это приближающийся выход в свет ее новой книги О книге этой она поминает не начи как с бешенством Хотя издательство уяснив себе что все стихи из сожженной тетради уже печатались согласилась бесстрашно напечатать их под заглавием «Шиповник цветет» Но теперь новое требование не только автобиография в начале но и непременно чье-нибудь спасительное послесловие в конце сноска вопреки требованиям редакторов и корректоров Ахматова настаивала на рифме «лепет» «отрепет» а не «отрепет» потому что такая рифмовка более точна и своей простонародностью стилистически близка к «ни-гугу» «муза» как и жить мне с этой обузой а еще называют музой говорят ты с ней на лугу говорят божественный лепет жестче чем лихорадка от трепет и опять весь год нигугу мне говорят продолжает Анна Андреевна сурков да конечно сурков наименьшее зло сурков мои стихи любит но он не согласится он международник зачем ему писать послесловие а потом отвечать на вопросы каждого корреспондента на каждой пресс-конференции и если же сурков откажется они мне предложат Веру Инбер или Грибачева покорно благодарю спросили бы у меня мне вообще эта книжка не нужна с сурковым и без суркова третья книжка дающая ложное представление об авторе третья моя плохая книжка ташкентская плохая красненькая плохая и вот теперь надвигается третья плохая это у Пушкина что не выбери все хорошо а у Тютчева или у Лермонтова уже вполне можно отобрать плохие стихи и составить из них сборник нет лучше никакой книги чем этот очередной поклеб я так понимаю ее огорчение и в то же время не могу сообразить что лучше Ахматова без реквейма или поэмы без двадцати тридцати сорока стихотворений или что просли дети совсем без Ахматовой не зная ни смуглый отрок бродил по аллеям ни в последний раз мы встретились тогда ни звенела музыка в саду не зная всего что учила и держала меня когда я росла я понимаю жажду Ахматовой заговорить наконец во весь голос братский миллионом людей и пережитому имя горю но понимаю и жажду читателя получить хоть глоток поэзии для пересохшего рта и заблудившись в своих мыслях я спросила у Анны Андреевны как перенесла она операцию аппендицита тут она сразу успокоилась когда меня внесли в операционную был необыкновенный рассвет розовый и голубой я старалась думать что я уже там наркоз местный удалили попутно какую-то фиброму на столе я как-то заново и свежо подумала о войне идет человек молодой сильный здоровый и в любую секунду может стать вот как я сейчас окровавленным беспомощным на другой день хирург сказал мне вы прекрасно умеете держать в руках свою нервную систему я ему ответила сорок лет я только это и делаю что держу в руках свою нервную систему научилась помолчали она вынула из сумочки и протянула мне конверт прочитайте это самое лучшее письмо какое я получила за все сорок восемь лет своей литературной работы я достала листок от заключенного наивно малограмотно сильно он впервые открыл для себя Ахматову прочитав мартовскую элегию в Москве мартовская элегия прошлогодних сокровищ моих мне надолго к несчастью хватит знаешь сам половины из них злая память никак не истратит набок сбившийся куполок грай ворони и вопль паровоза и как будто отбывшая срок ковылявшая в поле береза и огромных библейских дубов полуночная тайная сходка и из чьих-то приплывшая снов и почти затонувшая лодка поберев эти пашни чуть-чуть там предземье уже побродило дали все в непроглядную муть ненароком оно превратило и казалось что после конца никогда ничего не бывает кто же бродит опять у крыльца и по имени нас окликает кто приник к ледяному стеклу и рукою как ветку и умашет а в ответ в паутином углу зайчик солнечный в зеркале пляшет 1960 год меня поразила ранее простота пишет он я немедленно послала ему телеграмму и красненькую книгу сказала Анна Андреевна мартовская элегия напечатана в 1960 году в июльском номере журнала Москва письмо отправлено 15 сентября с прииска разведчик заключенным Лобасовым за первым письмом в ответ на телеграмму Анны Андреевны и полученную от нее книгу последовало второе а если бы этой ненавидимой тобою красненькой книги не было тогда что ты послала бы подумала я дальше разговор пошел о Пастернаке или точнее о Борисе Леонидовиче Борис никогда в женщинах ничего не понимал быть может ему не везло на них первая Евгения Владимировна мила и интеллигент но 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 она воображала себя великой художницей и на этом основании варить суп для всей семьи должен был Борис Зина Зина дракон на восьми лапах грубая плоская воплощенная антиискусство сойдясь с ней Борис перестал писать стихи но она по крайней мере сыновей вырастила и вообще женщина порядочная не воровка как Ольга мне он делал предложение трижды спокойно и нежданно продолжала Анна Андреевна но мне-то он нисколько не был нужен нет не здесь а в Ленинграде с особой настойчивостью когда вернулся из-за границы после антифашистского съезда я тогда была замужем за Пуниным но это Бориса ничуть не смущало а с Мариной у него был роман за границей разговор перешел на воспоминания Эренбурга я сказала интересно ничуть с раздражением отозвалась Анна Андреевна ни слова правды ценное качество для мемуариста о Толстом все наврано Алексей Николаевич был лютый антисемит и Эренбурга терпеть не мог обо мне у меня стены не пустые и я отлично знала кто такой Модельяне обо всех враньем речь идет о воспоминаниях Ильи Эренбурга люди годы жизни печатавшихся в 1960 году в Новом мире в 8 9 10 номерах Иренбург описывает свою длительную дружбу с Толстым упоминая мельком о ссоре которая разъединила их на несколько лет не помешав однако восстановить прежние отношения в 1940 году об Ахматовой и Ахматовой еще не была Ахматовой да и Модельяне еще не был Модельяне 23 октября 60 10 мы условились за два дня но сегодня утром она опять позвонила вы не забыли что вечером мы видимся вечером я пошла у нее Наталья Иосифовна а за стенку после юбилейной ардовский тарарам Виктору Ефимовичу Ардову 21 октября 1960 года исполнилось 60 лет она продолжает терзаться книгой был замотен человек из вытрезвителя руки дрожат настаивают на послесловие а из напечатавшегося нового ни строчки она просит чтобы ей разрешили новые стихи а софокли ни в коем случае имеется ввиду смерть софокла в послесловие собираются объявить будто Ахматова звено между поэзией дореволюционной и советской вы понимаете какой будет скандал одно из двух либо я звено либо на вторую букву алфавита как утверждалось в 46 году хочет попытаться опубликовать в литературной газете софокла и еще кое-какие стихи чтобы опубликование им проложить им путь в сборник лень им проводить новое через цензуру что ли а мы-то дураки в нашей редакции так бывало гордились когда печатали свои находки чьи-нибудь рукописи впервые новое имя впервые в этот вечер анна андреевна произнесла прокурорскую речь против читателей которые когда вышла красненькая книжка судачили главным образом о переплете и общей редакции суркова разве это важно там 90 стихотворений из которых 85 я признаю а они о переплете как будто в переплете дело тоже случится и теперь все станут говорить не о стихах а о послесловии предполагаю что в красненькой книжке стихотворение 1958 года не признавала анна андреевна следующие нелюбимые ею стихи прошло пять лет и залечила раны песни мира говорят дети в пионерлагере приморский парк победы впрочем впоследствии два из них она все-таки включила в бег времени договор с издательством она подписала это сулит ей тридцать девять тысяч хорошо много затем она прочла мне вслух дивные по ее словам божественные стихи Тарковского я всегда думала сказала Анна Андреевна что советская поэзия великое чудо Тарковский прочел мне свои стихи впервые лет пятнадцать назад затем Анна Андреевна прочла мне вслух дивные по ее словам божественные стихи Тарковского Давно мои ранние годы прошли по самому краю по самому краю родимой земли по скошенной мяти по синему раю и я этот рай навсегда потеряю колышется ива на том берегу как белые руки пройти до конца по мосту не могу но лучшего имени влажные звуки на память я взял при последней разлуки стоит у излуки и моет в воде свои белые руки а я перед ней в неоплатном долгу сказал бы я кто на поемном лугу на том берегу за ивой стоит как русалка над речкой из пальца на палец бросает колечко тарковский сказала анна андреевна был придавлен мандельштамом все интонации мандельштамовские я конечно с такой грубостью ему этого не высказала но дала понять и потом видела как он постепенно выползал из-под мандельштама теперь он самостоятельный дивный поэт поражает в его стихах полное отсутствие суетности я много об этом думаю может быть и хорошо что его не печатают он прочно отделен от читателя и читатель ничего из него не выдразнивает как выдразнивал например из пастернака в последние годы таким образом и не печатание идет поэту на пользу Арсений Александрович Тарковский 1907 1989 годы жизни поэт переводчик теоретик перевода критик первый сборник оригинальных стихотворений Арсения Тарковского перед снегом вышел лишь в 1962 году до тех пор Тарковский печатался лишь изредка да и то в свет выходили по большей части не собственные его стихи а переводы на первый сборник оригинальных стихов сразу отозвалась рецензия Анна Ахматова она утверждала что книжка это неожиданный и драгоценный подарок современному читателю самое поразительное то что слова которые мы как будто произносим каждую минуту делаются неузнаваемыми обличенными в тайну и рождают неожиданный отзвук в сердце это новый голос в русской поэзии будет звучать долго рецензия вовремя не появилась и была опубликована лишь через 15 лет в 1976 году писал и Тарковский об Ахматовой в сборнике голоса поэтов Москва 1965 год впоследствии уже после кончины Анны Андреевны сборники стихов Тарковского выходили один за другим без больших перерывов Земле земное Москва 1966 Вестник Москва 1969 Стихотворение Москва 1974 Волшебные горы Тбилиси 1978 Зимний день Москва 1980 Избранная Москва 1982 Стихи разных лет Москва 1983 От юности до старости Москва 1987 Быть самим собой Москва 1987 Звезды над Арагацем Ереван 1988 Познакомились Анна Андреевна и Арсений Александрович незадолго до войны в Москве у Шенгели При жизни Ахматовой Тарковский посвятил ей стихотворение Рукопись А после ее кончины целый цикл стихотворений Стелил я снежную постель Когда у Николы Морского Домой 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 По льду По снегу По жасмину И эту тень я проводил в дорогу Сборник Избранная Потом Анна Андреевна заговорила о заметке Анны Ахматова в новой литературной энциклопедии Ей показал Оксман Филигранная работа Все как будто точно И годы И названия И даже без брани И все сплошное Уничтожение И уничижение Вас здесь не стояло Не было у меня Славы Не переводились Мои стихи На все языки Мира Ничего В сороковых годах Во время Второй мировой войны Наметился Какой-то перелом Я, видите ли, Полюбила Родину Да прочитали бы Мои стихи О Первой мировой О тыми и ребенка И друга Стихи 1915 года Какой же перелом В 1940-м Молитва Дай мне Горькие годы Недуга За дыхание Бессонницу Жар Отыми и ребенка И друга И таинственный Песенный дар Так молюсь За твоей Литургии После стольких Томительных дней Чтобы туча Над темной Россией Стала облаком В славе лучей 1915 год Оксман собирается требовать Чтобы добавить В энциклопедию Подробные сообщения О моем пушкинизме И о моих переводах Тогда от меня Уже начисто Ничего не останется Я утону Помолчав Вернулась к Мандельштаму Очень интересно Следить за эпитетом У Мандельштама Сначала эпитет Особенный Простоволосая Трава А в последнем Стихотворении И на щеки Ее восковые Уже совсем просто Понял, что И простыми средствами Можно добиваться Того же Вот и у Тарковского Белые руки Как сильно Я ушла Потому что Анне Андреевне И Наташе Было пора в гости Доказательство Моей мысли Анна Андреевна Цитирует Два стихотворения Мандельштама Одно На каменных Отрогах Пиэрии Со строкою Простоволосая Шумит трава Написанное В 1915 году Второе Как по улицам Киева Вия Со строкой И на щеки Ее восковые Написанное В 1937 Ту же мысль Об эпитетах У Мандельштама И Тарковского Она высказывала Не мне одной 29 октября 60-го Была у Анны Андреевны У нее крон Которого я вижу впервые Умный Артистичный Острый Вполне на высоте Своей статьи Под прикрытием Дотов и Дзотов Ему удалось Произнести В слух Что театр У нас Не театр Автора Не театр Актера И не театр Режиссера А театр Директора Драматург По сравнению С директором Несуществующая Величина Нуль Оно и естественно Ведь драматург Пишет свои пьесы На обыкновенной бумаге А директор Свои требования На Гербовой Статья Сказал еще одну Услугу На материале Тридцатых годов Успех А потом Мы новые бездны Уж казалось бы Это нынешняя новизна Она для других новая Не для Ахматовой За стенок Массовые нарушения Социалистической законности В результате Последствий Культа личности Сталина Он всегда был Возле И зачем так длинно И так многословно И такая тьма Тьмущая Родительных падежей Когда существует Короткое Ясное Русское Древнее слово Застенок Да Всегда был Возле Но именно В последние годы Накаляется Застеночья Тема В поэме Не в стихах В поэме Анну Андреевну Я застала Лежащий Сердце Она попросила Подать ей Со стола папку Ленинградская почта Порылась И протянула мне Письмо От одного Лагерника Поразительное Человек Никогда В руках Не держал Ни единого Сборника Ахматовского Обокраден Таки наш народ До ниточки Он видел Только некоторые Стихотворения Ахматовой В газетах В журналах А чаще всего Переписанными От руки По памяти Ведь стихам Ахматовой Присущи Особенное свойство Запоминаемость Может быть Как раз Это свойство В сочетании С глубиной И означает Народность Читатель пишет Что многим И многим Помогли стихотворения Ахматовой Сохранить жизнь И душу Поднять голову А ведь Ахматовой Не дошел Не дошел До них Ни Немного Географии Читатель пишет По строкам Восстанавливали люди Любимые стихи Запоминая И когда удавалось Записывая И приводит Свои любимые строчки Слегка Перевранные Вот ваш орден Сказала я Вкладывая письмо В конферт Предполагая Что этот лагерник Старокодомский Отрывки Из его письма Приведены Кралином Сборники Об Анне Ахматовой Ленинград 1990 год Привожу Несколько фраз Конечно Печатанных Сборников Мы не имели Ходили по рукам Рукописные Списки стихов Среди них Ваши Вашего мужа И Блока Были на первом Самом почетном Месте Это была Единственная Ниточка Связывавшая Нас В полярной Ночи В прямом И переносном Смысли С миром Большого Искусства Тиражи Пусть вас Не беспокоят Любители Поэзии Хранят Ваши Жемчужины В памяти И дарят Друг другу Как ювелирные Изделия По-моему Для поэта Это еще Почетнее Анна Андреевна Ведь Все-то Не знают Промежуточных А вам Они известны Анна Андреевна Прочитала Я ли растаю В казенном Гимне Не дари Не дари Не дари Мне Диадему Смертвого Лба Скоро Мне нужна Будет Лира Но Софокла Уже Не Шекспира На пороге Стоит Судьба И я Как все Конечно Включайте Анна Андреевна Расщедрилась И перечла Мне подряд Промежуточные Строфы Те, которые В обычных Машинописных Экземплярах Поэмы В Решке Она заменяет Точками Что значит Новая эра Не только Прочитала Заветные Строфы Но даже Продиктовала Мне их Сама Предложила Не запомнить Как бывало А записать Унести И даже Строфу Враг Пытал С настоящим Подлинным Неподменным Концом Некоторые Строфы В Решке Ахматова Целые годы Зашифровывала Точками С прихотливой Меняющейся Нумерацией И снабжала Под строкой Благонамеренно Литературоведческим Примечанием Пропущенные Строфы Подражание Пушкину Смотрите Об Евгении О Негине Ссылки 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 И смерти Пейте Пейте Я Сами Знаете Не могу Существует И другой Вариант Подделки Сами Видите Примечание Написано В 1977 Году Впоследствии Анна Андреевна Не только Продиктовала Мне новые Строфы В Решку Но и Подарила Автограф История Этих Строф И автографа Изложена Мною В журнале Горизонт 1988 Год Номер Четвертый Карнавальный Полночью Римской И не пахнет Напев Херувимской У закрытых Церквей Дрожит В дверь Мою Никто Не стучится Только Зеркало Зеркалу Снится Тишина Тишину Сторожит И со Мною Моя Седьмая Полумертвая И немая Рот Ее Сведен И открыт Словно Рот Трагической Маски Но он Черный Замазан Краской И сухою Землей Набит Враг Пытал А ну Расскажи-ка Но ни слова Ни стона Ни крика Не услышать Ее врагу И Проходят Десятилетия Пытки Ссылки И смерти Петь я В этом Ужасе Не могу Ты Спроси У моих Современец Катаржанок Стопятниц Пленниц И тебе Порасскажем Мы Как в Беспамятном Жили Страхи Как Растили Детей Для Плахи Для Застенка И для Тюрьмы Посинело И стиснув Губы Обезумевшие Гекубы И Кассандры Из Чухламы Загремим Мы Безмолвным Хором Мы Увенчанные Позором По ту Сторону Ада Мы Я Ль растаю В казенном Гимне Не дари Не дари Не дари Мне Диадему С мертвого Лба Скоро Мне нужна Будет Лира Но Софокла Уже Не Шекспира На Пороге Стоит Судьба С Огорчением Вижу Что Новые Строфы Врешки При Теперешних Публикациях Поэма Безгероя Бывают Либо Пропущены В основном Тексте И Отнесены К Дополнениям Либо Вставлены В таком Странном Порядке И с Такими Добавлениями Что Делаются Помехой И Развитию Мысли Автора И Течению Стиха Об Этих Строфах Ахматов Декабре 62 Года Записала И Наконец Произошло Нечто Невероятное Возникло Лирическое Отступление В Эпилоге И Заполнились Точечные Строфы Решки Стало Ли Она Понятнее Не Думаю А Смысленнее Вероятно Цитирую По статье Тименчика После Всего В Некоторых Изданиях Например В сборнике Узнают Среди Пропущенных В Решки Строф Публикуется Кроме Приведенных Мною Еще Одна Вписанная Рукою Ахматовой В экземпляр Глен Торжествами Гражданской Смерти Я по горло Сыта Поверьте Вижу Их Что не Ночь Во сне Отлучить От стола И ложа Это Вздор Еще Но Негоже То терпеть Что Досталось Мне Примечание Что сделалось Ставило прах И На бессонных Очах Твоих Таким образом Слово прах Употреблено В окончательном Тексте Эпилога Лишь Единожды В столовой У ардовых Шум Говор И по-видимому Пьянство Вошел к нам На минуту Виктор Ефимович Показал рисунки Из Ордокколы Смешные В частности Алигер Сражающийся На рапирах С римским Папой Ордоккола Название Создано Наподобие Названия Альбома Чуковского Чукоккола Потом Миша Принес В комнату Анны Андреевны Чай с бутербродами И Сластями Я рассказала Свои поездки В Ленинград О том Что впервые Побывала У пяти углов И даже В парадную свою Вошла Без слез И судорог Моя последняя Квартира В Ленинграде Была у пяти углов Загородный проспект И оказалось Все другое Столы и шкаф Сожжены Комната Голая Пустая Уверяю вас Еще страшнее Любимые места Обязаны Оставаться Точно в таком виде В каком Мы помним их Но Они эту обязанность Исполняют Крайне редко Сказала я Люди Тоже Только мертвые Остаются Молодыми Помолчали Анна Андреевна Показала мне Свой экземпляр Красненькой книжечки Где после стихов Из дружеского Послания Ну то что было Посвящено Игнатовой И кончается С строками И помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист Молодого блока Поставлена теперь Цифра два И вписано Ее рукой Новое стихотворение И в памяти черный пошарев Найдешь А потом цифра три И стихотворение Он прав Опять фонарь Аптека Теперь образовался Маленький Цикл Облоки Вне личный Исторический Три стихотворения Первое Пора забыть Верблюжий этот гам И белый дом На улице Жуковской Пора-пора К березам И грибам К широкой осени Московской Там все теперь Сияет Все в росе И небо Забирается Высоко И помнит Рогачевское шоссе Разбойный посвист Молодого блока Второе И в памяти Черный пошарев Найдешь До самого локтя Перчатки И ночь Петербурга И в сумраке Ложь Тут запах И душный И сладкий И ветер Залива Прощаясь Прощаясь Читала письмо Очень злое Даже грубое Без обращения Борисов Возмущен Строкой Трагический Тенор Эпохи Следовало Видите ли Написать Голос Эпохи Анна Андреевна Какое благородное Негодование Когда каждого Пятого В его родном Городе Убивали Он молчал А сейчас Взыграло Ретевое Возмутился Написал мне Письмо Со всей Прямотой Этакое Не могу Молчать Леонид Ильич Борисов 1918 1972 Годы жизни Прозаик Первый его роман Ход конем 1927 год Как сообщается В краткой Литературной Энциклопедии Посвящен Судьбе Интеллигента Не сумевшего Найти места В советской Действительности Судьба Людей Искусства Постоянная Тема романов Рассказов И повестей Леонида Борисова Его перу Принадлежат Рассказы О Гоголе Некрасове Тютчеве Мопасане Роман О Стивенсоне Повесть О римском Корсакове Грубое письмо Кане Андреевне Вызвано По-видимому Некоторой Истеричностью Борисова О которой Свидетельствуют Многие Из его знакомых Кроме того Именно Александр Блок Пользовался Его особой Любовью О своих Встречах С Блоком Борисов Написал Дважды Журнал Звезда 1944 Год Номер Седьмой Восьмой И книгу Родители Наставники Поэты Москва 1969 В своей статье Случай Зощенко Бенедикт Сорнов И Елена Чуковская Цитируют Письмо Пантелеева Ко мне Где в нескольких Обзацах Дан портрет Леонида Борисова 28 Ноября 60 Анна Андреевна Позвонила мне С утра Ждет Корректуру Не придули Управившись Я вечером Пошла Она Устала Раздраженная Рассказала мне О новых Подвигах Двора Чудес У нее пропали Заметки О Пушкине Воспоминания О Мандельштаме Ну может быть Еще найдутся Сказала я Может быть В Ленинграде А кроме того Не купить ли вам Для рукописи Чемоданчик С ключом Ах Оставьте Пожалуйста Оборвала меня Анна Андреевна Какие ключи Просто хочется Все сжечь Я не сомневаюсь В постоянном надзоре Над Ахматовой Осуществлявшемся Со стороны Двора Чудес Но в данном случае Она ошиблась И со временем Все Рукописи Нашлись Анна Андреевна Предиктовала мне Стихотворение На смерть Пастернака Вождя нет Рифма Дождь Рощ Но зато Другое Огорчение Он превратился В жизнь Несущий Колос А заключительные Строки Но сразу Стало Тихо На планете Носящей Имя Скромная Земли Я ей Это сказала Она Вскинулась Неправда Там Не так Я Протянул Ей бумагу Она Посмотрела И мгновенно Превратился В жизнь Дающий Колос Прочитала Мне еще Одну Страфу В поэме Которую Вставила Ненадолго И выбросила Я ее Никогда Не слыхала И не видела Это, конечно, о Пунине Припоминаю Уже дома Верно ли? А за тонкой Стенкой Откуда Я ушла Не дождавшись Чуда В сентябре В ненастную Ночь Старый друг Не спит И бормочет Что он Больше Чем Счастье Хочет Позабыть Про Царскую Дочь В более Поздние годы Уже после Кончины Ахматовой Эта Страфа С небольшими Переменами В первой Строке Стала Публиковаться В дополнениях К поэме Прочла Я новую Строку Вместо И подсвечники Золотые В стенах Лесенки Скрыты Витые Я промолчала А она Радует Своей находке Как у Пушкина В пиковой даме Герман И Лиза Помните? Потом Мы пили чай Вместе со всеми В столовой Но пили Как-то наспех И быстро Вернулись К ней Говорили о людях И временах Анна Андреевна Сказала Толстой Достоевский Верили Что мир Можно Исправить Что можно Исправить Людей А мы Уже Не в силах Верить Достоевский Знал Что убийца Теряет Способность Жить Раскольников Отняв жизнь У старухи Елизаветы Сам лишился Способности Жить Он не живет Он даже Не ест Он только Иногда Бросается На кровать И спит Одетый А наши Измучилась я Очень Шрифт мелкий Мельче мелкого Я читаю его Только сквозь лупу И это еще Не самое трудное Читать мелкий Шрифт подряд Для глаз Гораздо труднее Отрываться Сверяя текст С другими Сборниками Где шрифт Другой Хотя бы И более крупный Искать Вглядываться Переписывать Сразу Темень И боль Я калека Надо иметь Мужество Признаться В этом Хотя бы Себе самой Пришла я На ордынку Не выспавшаяся На отечных Ногах И сразу Ощутила Спертую Духоту Маленькой комнаты Входишь Словно в шкаф Как же Она-то Этого носит Круглосуточно Она После двух Инфарктов Она была Утомлена Только что Принимала Итальянца Логатто Он Глух И я рада Сказала Анна Андреевна Я ведь тоже Глуха Так мы и кричали Друг другу Каждый свое И мне не было Стыдно Логатто 1890-е 1983-е годы жизни Итальянский Словист Начиная с 1915-го Года Он Автор многочисленных И разносторонних Работ о русской Литературе От Протопопа Аввакума И вплоть До Сложеницына Писал он О Толстом Много О Достоевском Писал И о Салтыкове Щедрине И о Чехове О Гоголе И о Куприне И о многих Многих других Ему принадлежат Также статьи О русском театре И русской философии Из поэтов Более всего Написано им О Пушкине В частности Об Евгении Онегине Но также И о поэзии Века 20-го О символизме Акмиизме Футуризме Аня Ахматовой Логатта Уделял внимание Не единожды Так, например, В созданной им И неоднократно Переиздававшейся Истории русской Литературы Издание Пятая Флоренция Характеристики Поэзии Ахматовой Посвящены Странице 641-643-я Наиболее Развернутую Характеристику Ахматовской Поэзии Логатта Дает Предисловие К итальянскому Сборнику Ее стихотворений Опубликованному В 1962-м Году В Милане В 1967-м Году Уже после Смерти Анны Андреевны Логатта Напечатал О ней Статью В 1976-м Году В Милане Выпустил Сборник Своих воспоминаний О встречах С русскими Писателями И деятелями Театра В сборник Вошли очерки О Михаиле Булгакове Евгении Замятине Максиме Горьком Владиславе Ходосевиче Иване Бунине Борисе Зайцеве Борисе Пастернаке Станиславском Таирове Еврейнове И многих других Иммигрантах И неиммигрантах Тут же помещен Очерк Об Анне Ахматовой О трех встречах С нею В 1929-м И 1931-м Годах В Ленинграде И в 1960-м В Москве Сборник С предисловием Дочери Лагатта Вышел под названием Мои встречи С Россией В переводе Каролины Гладыш И Ирины Дергачевой В Москве В 1992-м О встрече Книги Я сказала Я сказала Что книга Очень выиграла Благодаря Новым стихам Прежде разбросанным По журналам И теперь Впервые Воссоединившимся Собранные Присоединенные К прежним Они звучат Очень сильно Санкэ Что у Сурков Что она Угнетена Мы приступили Я показала Ей наиболее Выдающиеся И смешные Опечатки И только Красный Тюльпан Тюльпан У тебя В петлице Опечатка В теплице Оно Конечно Так было бы Понятнее Читателю Где место Тюльпану В теплице Фрагманты Вместо Фрагменты Тоже как-то Красивее Любви Вместо Любови И прочий Ссор Что прояснилось Для меня Во время работы Что она Как и прежде Не любит Пробелов Между четверостишиями Пушкин Под конец Их совсем Не признавал Затем Что здешний Вариант Музыки Вовсе Не окончательный Не беловой Как я опасалась Любя предыдущий А сделан Исключительно Для цензуры Редакции Неугодны Могила Страх А оттого Возникла Рифма Воскрылий Исчез Последний Друг Который Со страху Отвел Глаза И прочее Впоследствии Когда явилась Возможность Анна Андреевна Составляя Бег Времени Уничтожила Громоздкие Воскрылия И восстановила Все стихотворение В его подлинном Виде Порадовала Она меня Тем Что непременно Желает включить Нового блока Трагический Тенор Эпохи И я Своей Рукою Писала Эти стихи Под ее Диктовку В корректурный Текст Интересно Мне было Подтверждение Одной моей Догадки Я давно Подозревала Что стихотворение В ту ночь Мы сошли Друг от друга С ума Обращено К тому Высокому Поляку Военному Который В Ташкенте Бывал у нее И помнится Провожал ее Оттуда Из гостей Домой Не оттолстых Ли И вдруг Она сегодня Сказала Взглянув на меня Плутовски Давайте-ка Сделаем Вместо Но только Не призрачный Мой Ленинград Но Не Варшава Не Ленинград Догадка Моя верна Тому Поляку В Ташкенте Чапскому Существует И другое Суждение О том Кому посвящены Эти стихи В книжке 1961 года Осталось Но только Не призрачный Мой Ленинград И лишь В беге Времени Возникла Варшава С добавлением В строке Двух слогов То мог быть Стамбул Или даже Багдад Но, увы Не Варшава Не Ленинград Некоторые строки Мне удалось спасти И я очень этим горжусь Анна Андреевна Давно уже согласилась Заменить Как мой лучший день Я отмечу Другой строкой Вписала даже В красненькую книжечку В мой экземпляр Белым камнем Белым камнем Тот день Отмечу Но тут В корректуре Почему-то Снова оказалось Как мой лучший день Я отмечу Мы внесли Белым камнем В корректуру Написанное в 1904 году Однако у Анны Ахматовой Белый камень В стихах 1944 года Не впервые Стихотворение Написанное в 16-м году Начинается строками Как белый камень В глубине колодца Лежит во мне Одно воспоминание Попал ли белый камень В стихи Ахматовой Из Кузьмина Или образ этот Для обоих поэтов Восходит к античности Я не знаю Затем я сказала Анне Андреевне Что стихотворение Птицы смерти В зените стоят Кто идет выручать Ленинград Немыслимо Без последнего Заключающего двустишая Откройте райскую дверь Помогите ему теперь Она с раздражением ответила У меня давно готова замена И продиктовала мне Но безжалостно Эта тверть И глядит из всех окон Смерть С этой цензурной заменой Стихотворение печаталось И в сборнике 1961 года И в беге времени И в Большой библиотеке поэта В Большой библиотеке поэта Приведены также черновики Но подлинное окончание Отворите райскую дверь Помогите ему теперь Отсутствует И только в 1990 году В Душанбе В сборнике Стихотворения Анны Ахматовой Под редакцией Мэллаха Напечатано Верно Птицы смерти в зените стоят Кто идет выручать Ленинград Не шумите вокруг Он дышит Он живой еще Он все слышит Как на влажном балтийском дне Сыновья его стонут во сне Как из недр его вопли хлеба До седьмого доходит небо Отворите райскую дверь Помогите ему теперь Сентябрь 1941 года А с такую ясностью Помню день Ташкентский Когда я жила еще на улице Гоголя Она зашла ко мне Мы сидели на лавочке в дворе И она прочла мне эти стихи Сказав, что писать их начала В самолете Тогда поразили меня строки Не шумите вокруг Он дышит Он живой еще Он все слышит С такой нежностью произнесено это Не шумите Как о любимом человеке Не о городе Не шумите вокруг Он дышит Мы продолжали работать дальше По моему списку Я посоветовала ей В давнем стихотворении Из белой стаи Нам свежесть слов И чувство простоту Заменить в последней строке Безразличие Равнодушие И равнодушие толпы Очень уж безразличие Не пушкинского времени слова А ведь звук, интонация Да и Самая толпа Здесь все пушкинское Она согласилась С тех пор так и печатается Равнодушие Толпы Нам свежесть слов И чувство простоту Терять не то, что Живописцу Зренье Или актеру Голос и движенье О женщине Прекрасной красоту Но не пытайся для себя Хранить Тебе дарованное Небесами Осуждены И это знаем сами Мы расточать, а не копить Иди один И исцеляй слепых Чтобы узнать В тяжелый час сомнения Учеников злорадное глумление И равнодушие Толпы 1915 год Зато Мой городок Игрушечный сожгли Она решительно К моей печали Оставляет Не в этом А в испорченном На мой взгляд Варианте Что делать мне Они тебя сожгли О встрече Что разлуки тяжелее После меня Верстку будет читать Мария Сергеевна Это отлично во всех отношениях Я уже и как корректор Никуда не гожусь 6 декабря 60-го Я застала Анну Андреевну Лежащей Лежит Белая Грузная Отечная На своей Плоской тахте Едва поздоровались Едва я успела Сесть у нее в ногах Она неожиданным движением Достала со стола Большой Издательский конверт И протянула мне Прочтите Я вынула Послесловие Суркова Читая Я чувствовала Как колотится сердце В ушах И в горле Мое старое Базедовическое сердце Сначала аккуратно Изъять из произведений Поэта Все Что показывает Его любовь К России Например Молитву 1915 года От имени И ребенка И друга Чтобы туча Над темной Россией Стала Облаком Славе Лучей Изъять И представить Ахматову Дамочкой Выспевавшей Адюльтер А ведь Все равно Не изымешь Не исключишь Из ахматовской Поэзии Россию Если бы даже Не было этих И множество Других Любующихся Родина стихов Таких как Журавль У ветхого колодца Или Приду туда И отлетит Там ленье Все равно Не изымешь От того что Любовь Ахматовой К России Неотрываемость Неразлучаемость Запрятана В языке О чем бы Она ни писала Она никогда Не изменит Тому что Всякой косности Костней Русскому языку Так вот Придумать Дамочку Антинародно Воспевающую Адюльтеры Почему у них У всех Между прочим Такое Неуважение К любви И потом Одарить ее Скоропостижным Патриотизмом 1941 года Да еще и 46 год ей Напомнить Низость Журавль У ветхого колодца Строка Из стихотворения Ты знаешь Я томлюсь В неволе Ты знаешь Я томлюсь В неволе О смерти Господа Моля Но все Мне памятно До боли Тверская Скудная Земля Журавлю Ветхого Колодца Над ним Как кипень Облака В полях Скрипучие Вороца И запах Хлеба И тоска И тени Яркие Просторы Где даже Голос Ветра Слаб И осуждающие Взоры Спокойных Загорелых Баб 1913 год Стук в ушах И в горле У меня поднялся Такой, что Себя и своих Слов Я не слышала И не помню Довольно ли, Ди Корнеевна? Прервала меня Анна Андреевна Сегодня ко мне Один раз уже Вызывали Неотложную И больше Я не хочу Спрячьте Это Нет-нет Подальше Мне позвонил Казмин И спросил Что я думаю О послесловии Я ответила Не будем говорить Об этом Документе С Казминым Я вообще Никогда Больше Ни о чем Не стану говорить Он Лгун Ведь он Уверил меня В послесловии Будет написано Что вы Звено между Чем-то И чем-то Сурковский Я умолкла Надо было Искать какую-нибудь Другую тему А мне было Не до разговоров Так стучало Сердце в ушах Анна Андреевна Встала Ушла Воротилась И пригласила Меня в столовую Чай пить На столе Лежал Нью-Йоркский Мандельштам Я его Перелистывала Но решительно Никакие слова Не навертывались Мне на язык Анна Андреевна Видимо Пожалела Меня И она Принялась Рассказывать Нечто Отвлекательное И увлекательное О двух Своих встречах С Цветаевой Впервые Я увидела Ее В 1941 Году До тех пор Мы с ней Никогда Не виделись Она послала Мне стихи И подарки В 1941 Году Я приехала Сюда По Левиным Делам А Борис Леонидович Навестил Марину После ее Беды И спросил У нее Что бы ей Хотелось Она ответила Увидеть Ахматову Борис Леонидович Оставил Здесь у Нины Телефон И просил Чтобы я Непременно Позвонила Я позвонила Она подошла Говорит Ахматова Я вас Слушаю Да-да Вот так Она Меня Слушает Мне Передал Борис Леонидович Что вы Желаете Меня Видеть Где же Нам лучше Увидеться У вас Или у меня Думаю У вас Тогда я сейчас Позову Кого-нибудь Нормального Кто бы Объяснил вам Как ко мне Ехать Пожалуйста Только нужен Такой нормальный Который умел бы Объяснить Ненормальным Тут я подумала Один безумный Поэт Хорошо Два Плохо Она Приехала И сидела Семь часов Ардовы Тогда были Богатые И прислали Ко мне В комнату Целую Телячью Ногу На следующий День Звонок Опять Хочу Вас Видеть А я Собиралась К Николаю Ивановичу В Марину Рощу Я дала Ей тот Телефон Вечером Она Позвонила Говорит Не могу Ехать на такси На метро На троллейбусе На автобусе Только на трамвае Тедди Гриц Ей Все подробно Объяснил И вышел Ее встречать Мы пили Вино Четвером Тедди Сказал Что у дома Торчит человек Я подумала Какая же у нее Счастливая жизнь А может быть Это у меня А может быть У нас Обеих С этим Рассказом О встречах С Цветаевой Интересно Сопоставить Запись Сделанную Анной Андреевной В 1962 Году Наша первая Последняя Двухдневная Встреча Произошла В июне 1941 Года На Большой Ордынке 17 В квартире Ардовых День Первый И в Марьиной Рощи У Харджиева День Второй И последний Страшно Подумать Как бы Описала Эти встречи Сама Марина Если бы Она осталась Жива А Ява Умерла 31 августа 41 года Это была бы Благоуханная Легенда Как говорили Наши деды Может быть Это было бы Причитание По 25-летней Любви Которая Оказалась Напрасной Но во всяком Случае Это было бы Великолепно Сейчас Когда она Вернулась Свою Москву Такой Королевой И уже Навсегда Мне хочется Просто Без легенды Вспомнить Эти Два Дня Тедди Теодор Соломонович Гриц 1905 1959 Годы жизни Друг Харджиева Прозаик И литература Вет В 1940 В гос. Литой Сдате Вышел в свет Том Неизданных Произведений Хлебникова Прозу Подготовил К печати Гриц Поэзию Харджиев 11 декабря 60-го Я ненадолго Заходила К Анне Андреевне Застала Ее лежащей Сердце Боли Есть Но она Надеется Это не сердце А спондилит Рассказала мне Что накануне С помощью Эммы Григорьевны Исправляла Своё вступление К книге Показала мне Томик стихов Георгия Иванова С предисловием Гуля Утверждается Будто Георгий Иванов Князь Во поэтах Из него Выработался Великий поэт И прочее Анна Андреевна Испытующе На меня взглянула Взяла С тумбочки Какую-то книжку Важно надела Очки А мне Велела читать Про себя Иванова И потом Высказаться Я принялась Со страхом Когда-то В Ленинграде В Доме Ретераторов Я слушала Стихи Иванова И Адамовича Они там читали Георгий Иванов И сам он Нет Не выработался Нет Бледно Нет Ритмы Интонации Чужие Нет Я доложила Анне Андреевне Свое впечатление Она нашла меня Слишком Снисходительной Не бледные И чужие А Пренеприятные И ничтожные Сказала она Очень неприятные Вот, например, Это Она прочитала С издевкой Одно любовное Стихотворение Это Обращено КЗ Еще Пупочка Ее назвал бы Не только Никакого величия Никакого вкуса Гуль выводит Иванова Из Анинского Я удивилась Анинского И ноты нет Да-да Ни больше Ни меньше Из Анинского Это наспех Сколоченное Родословное Знаете, как раньше Покупали На Апраксином Рынке 1961 год 3 января 61 За это время Я видела Анну Андреевну Дважды Один раз Еще в старом году А потом Встречала у нее С ней Новый год Вопреки своему Обычаю Вообще не встречать Анна Андреевна Плохо себя чувствует И почти все время Лежит По-видимому Пока не выпустят Книгу Ей не поправится Разговор в тот раз Был об Ольге Опять об Ольге Взрывы неистовых Речей Оттины Взяли ее Под свою защиту Оттин Это Коля Поташинский Мой соученик По Тенишевскому Училищу Которого я Двадцать лет Не видевши Внезапно Встретила в Москве На остановке Такси Возле моего дома Литератор он Никакой Человек добрый Ничем Не примечательный Разве что Склонностью К вранью За что и Прозван был Школьниками Бароном Мюнхгаузеном В толк не возьму Какое дело Анне Андреевне Доколиных мнений И кто доводит Их до ее сведения Пахнет чем-то Ташкентским Что же касается Ольги То ведь тут Как говорится Все ясно Проклятой Неизвестности Нет А бесплодные гневы Истощают Сердечную мышцу Новый год В отсутствии хозяев Встречали мы В таком составе Анна Андреевна Ника Наталья Иосифовна Я Анна Андреевна Накинула на халат Шаль И вышла к столу Она была рассеяна Грустна Но при этом Любезна И остроумна Я просто грустная Я не умею Ника Со свойственной ей Серьезностью Неторопливостью Деликатностью И умом Хозяйничала Наталья Иосифовна Много курила И много Рассказывала смешного Между прочим Моя грустность Дала повод Для одного Признания Анны Андреевны Это было не на встрече Нового года А в прошлый раз Я сказала Не пускаюсь в подробности Что самая для меня Мучительная Не боль Испытываемая Мною Но непонятность Совершившегося Анна Андреевна Мгновенно поняв О чем речь Ответила Да У меня тоже так было В сорок четвертом году Значит Гаршин Подумала я Мне тоже Сделалось Трудно жить Потому что Я дни и ночи Напролет Старалась догадаться Что же Произошло Могу вам сказать Что это Окончилось Однажды Я проснулась утром И вдруг почувствовала Что мне это больше Неинтересно Нет Я не проснулась Веселой Или счастливой Но Освобожденной 7 января 61-го Я напустила Оксмана На Казмина Юриан Григорьевич Звонил мне Что Сурков Переделывает После слове А Анне Андреевне Я не говорю ничего Поглядим А сверки Все нет Анна Андреевна Лежит Один вечер Я посидела Возле Она прочитала Мне три свои Стихотворения Посвященные Пастернаку И снова Осень валит Тамерланом 1947 Умолк Вчера Неповторимый Голос И словно Дочка Слепого Эдипа 1960 Год Очень Сконфузило Меня Торжественной Благодарностью Я обязана Вам Но это Ведь каждый Заметил бы Сказала я И сама Она Непременно Тоже Я заметила бы Но позднее Ответила она Сначала Когда слышишь Все только Изнутри Не слышишь Снаружи Потом Заговорила О пути В дочке Слепого Эдипа Дорога Это на Дно его Фотографии Которую Он мне Подарил Там за окном Видна Дорога Он написал По-французски Все дело В том Чтобы идти По ней Выше И выше Я поставила Фотографию Вот здесь На тумбочке У зеркала И ее Украли Какие же К вам Однако Гости Ходят Точно Такие же Как К вам Но можно Ли держать Открытый Не окантованный Не остеклененный Не на стенке Фотографию Великого Поэта Ясно Украдут Почему-то Мы заговорили О конце Гумилева Его ведь Тогда В Петербурге Мало знали То есть Знали Очень хорошо Но только В самом узком Кругу Вожди Конечно И имени Его Не слыхивали Об этом Нечего И говорить А читатели Только Интеллигенция Узкий Петербургский Круг Не спорьте Я вооружена Ни одна Книга Его Не была Переиздана Николай Степанович Был человек Очень деловитый Если бы он мог Он добился бы Переиздания Но не мог О нем не появилось Ни одной статьи Правда На юге Существовала Его школа Но До Петербурга Еще не дошла Слава ждала Его через Несколько дней Помолчали Анна Андреевна Заговорила О поклонниках Таланта И об одном Из тех Который Недавно Посетил ее Какой-то Театральный Служащий Который Всю жизнь Мне поклонялся Вот видите Это все Стихи мне На столе лежит Толстая Красная Тяжелая Тетрадь Роскошная Нечто вроде Альбома Ниночкин Знакомый Наконец Пришел Я промочилась Два часа Он так Рабел Что Разговорить Его было Невозможно Я никогда Ничего похожего Не видывала Хотя у меня Пятидесятилетний Опыт Тринадцатое Января Шестьдесят Первого С дачи Одиннадцатого Я позвонила Анне Андреевне Узнать о здоровье Она сказала Больна Но еду В Ленинград Заболел Лева Оказывается Ей позвонила Ира Пунина С дурным известием Леву Отправили в больницу А что с ним? Ирочка не знает Не знает Как-то можно Сообщать Анне Андреевне Страшные И при том Неопределенные Известия Волнуйтесь Подробности Письмом Сегодня Вернувшись в город Я сразу Поехала на Ордынку Билет уже взят Но Анна Андреевна Колеблется Ехать ли Потому что Ее смотрел Вотчел Остался Очень недоволен Сердцем И приказал Лежать Я ее говорила Расстаться с билетом И обещала Что позвоню В Ленинград Геше И попрошу Его навести Справки в больнице Анна Андреевна Не ареста Не арестовывать Выдумал Репеллина Репеллина Расстаться с билетом Расстаться с билетом Расстаться с билетом Огромным успехом Расстаться с билетом Расстаться с билетом Расстаться с билетом В 1913 году За заставой Поет шарманка Водит мишку Пляшет цыганка На заплеванный мостовой Поровик идет До скорбящей И гудочек его Щемящий Откликается Над него В черном ветре Злоба и воля Тут уже до горячего поля Вероятно рукой подать Тут мой голос смолкает вещей Тут еще чудеса похлеще Но уйдем Мне некогда ждать 1961 год Ко мне приходили три художника Молодые, левые Просили принять их товарища, поэта Меня тронуло, что они так любят его Пришел Лет тридцати Где-то в деревне учит детей немецкому Пишет стихи Кудрявый Похож на молодого Мандельштама От смущения закрыл руками лицо Руки Белые лилии Читал стихи У всех у них сейчас хорошие стихи Я спросила О поэме Он ответил Для меня ваша поэма Где-то возле двенадцати блока Я всегда так и сама думала Но боялась сказать Потом О драгоне Он был лучше их Потому Они его убили 15 июня 1969 года В учительской газете Появились воспоминания Об Ахматовой В них рассказывается О единственной встрече Автора С Анной Андреевной Автор сообщает Что просили Анну Андреевну Принять его Друзья художники Из этого я заключаю Посетителем Чьи мысли о поэме Так понравились Анне Андреевне Был Ратгаус Год рождения 1934 Германист Переводчик немецкой поэзи В его воспоминаниях Заслуживает особого внимания Мысль Ахматовой о том Почему ее стихи Непереводимы У меня все просто Поэтому Меня Так трудно Переводить Показала Анна Андреевна Пышную новогоднюю Открытку от Суркова Довольно А не в этой комнате Кричала она мне Что из-за его Послесловия К ней вызывали неотложку Вернувшись домой Я позвонила в Ленинград Геше И дала ему поручение Насчет Левы 15 января 61 Звонил из Ленинграда Геше Он все исполнил У Левы Функциональный Гемипорез На днях Его переводят К Бехтереву Докторша спросила Это сын того Гумилева Который написал Луну справа? Докторша перепутала все Во-первых Имя поэта Гумилева И его сына Льва С именем Льва Гумилевского Автора бульварной повести Собачий переулок И во-вторых Название повести Малашкина Луна с правой стороны С пародией на эту повесть Луна слева Написанный Биль Билицерковский Я позвонила Анне Андреевне И сообщить ей диагноз Она выслушала меня вяло Потому что получила уже подробное письмо От Левы Вопрос Докторша Напомнил мне еще два происшествия В том же роде Одна студентка Услыхав фамилию Ахматова Спросила Это та Ахматова Из-за которой застрелился блок А потом рассказ Сергея Александровича Бондарина Как начальник лагеря Принимая Новоприбывших Увидел в анкете Дмитрия Стонова Писатель И поднял неистовый крик Ну и мерзавец Кричал он Что это ты такое Аховое написал Зощенку и Ахматкину И тех к нам не прислали А тебя Хорош Сергей Александрович Бондарин 1903-1978 Годы жизни И Дмитрий Миронович Стонов 1892-1962 Годы жизни Писатели Авторы повестей И рассказов Оба они были арестованы Бондарин Офицер Черноморского флота В Севастополе В 1944 году Стонов После войны В 1949 И оба До 1954 года Пробыли В северных лагерях 21 января 1961-го Вечером была У Анны Андреевны Она немного живее А Лёве молчит Снова показала Дивное Хоть и малограмотное Письмо На этот раз Из Днепропетровска Уважаемая Анна Ахматова Человек прочитал Её стихи В газете И откликнулся А до сих пор Знал они Он их цитирует По пустыням По пустыням По пустыням Анна Андреевна Изъясняется Но Анна Андреевна Понимает Да Во всяком случае Свободно Отвечает ему Когда Борис Леонидович ушёл Нина Канье Андреевне О чём вы толковались Пастернаком Да он просил меня Заменить слово Лягушка В моём стихотворении Чтоб не спугнуть Лягушке чуткий сон Вспомнила я Да И вы сделали Пространство Далековато Это совершенно всё равно Ответила Анна Андреевна Скоро пришла Эмма А мне было пора Речь идёт о стихотворении Поэт 28 января 61-го Целый вечер у неё А она на ногах Разговорчива Но какая-то мрачная Тёмная По-видимому Её гложет книга Сверки До сих пор нет Отношения с Лёвой О нём она молчит А на вопросы отвечает Одна сложно Терзают мысли О её биографии Искажённой на Западе Снова гнев По поводу предисловия К стихам В итальянской антологии Показала мне Свою особую запись Об источниках Всех крипт Примерно так Каждый Уезжая из России Увозил с собою Свой последний день Вячеслав Иванов Уехал из Петербурга В 1912 году Когда кое-кто Считал меня Ученицей Кузьмина А через несколько лет За границу Он привёз Эту мысль На Запад Она и распространилась На Западе Я посоветовала ей Назло Репелина И другим Утверждающим Будто она Долго молчала Упомянуть В своём предисловии Что в 30-е годы Она писала Особенно много Ведь Включить Успеется Сверка Ещё предстоит Разговор О Твардовском В связи со статьёй Которую пишет О нём Маршак Анна Андреевна По своему обыкновению Отзывается О Твардовском С неприятной мне Презрительностью Тёркин Ну да Во время войны Всегда Нужны Лёгкие Солдатские Стишки Я сказала Что прочно Люблю Отрывки Из страны Муравии Например Свадьбу Пляску На свадьбе Люблю Тёркина И Дом у дороги Мне кажется Анна Андреевна Дом Просто не прочла Когда я уходила Анна Андреевна Просила меня Раздобыть Для неё У Корней Ивановича Роман Набокова Пнин Она хочет взглянуть Что там написано Про неё Четвёртое февраля Шестьдесят первого года Случилось Как бывало Уже десятки раз Только что Я набрала номер Её телефона Занято Кладу трубку Звонит она сама Не телефон А телепатия Вечером я пошла Она уезжает шестого Хотя Лёве лучше А сверки Всё ещё нет Приехала Ира Пунина И везёт её в Ленинград Гневная тема Нынешнего вечера Пнин Я забросила Ей книгу В промежутке Книга Ей вообще Не понравилась А по отношению К себе Она нашла её Пасквелянской Книга Мне тоже не нравится Или точнее Не по душе Мне та душа Которую создаёт Набоковские книги Но Пасквель Ли на Ахматову Или пародия На её Подражательниц Сказать трудно Анна Андреевна Усматривает Безусловный Пасквель Одна из героиней Романа Владимира Набокова Пнин По специальности Врач-психиатр По происхождению Русская Пишет стихи В эмиграции В Париже Она выпускает Сборник Под названием Сухие губы Набоков Приводит два стихотворения Из этого Мнимого сборника Приведу их Пусть читатель Судит сам Права или не права Ахматова В своей оценке Я надела Темное платье И монашенки Я скромней И слоновой кости Распяти Над холодной Постелью моей Но огни Небывалых Оргий Прожигают Моё забытье И шепчу я Имя Георгий Золотое имя Твоё И второе Самоцветов Кроме очей Нет у меня Никаких Но есть розы Ещё нежней Розовых губ Моих И юноша Тихий Сказал Ваше сердце Всего нежней И я Опустила Глаза Я принесла Ей номер Юманите Со статьей О деле Ивинской Анна Андреевна От слова До слова Перевела мне Статью С французского Приятно Конечно Что Сурков Один из ярых Гонителей Пастернака В разговоре С западным Корреспондентом Вынужден был Назвать его Великим Поэтом Но жаль Что соседствуют Имена Воровки Ивинской И великого Поэта Пастернака Впрочем В этом Уж Не повинен Никто Кроме Самого Бориса Леонидовича Завтра Ко мне Придет Надя Сказала Анна Андреевна И я С ней Буду Ссориться Вообразите Она Защищает Ольгу Интересно Каким Же Это Образом Тут Ведь Возможно Только Два Варианта Защиты Первый Я Оболгала Ольгу На самом деле Она Никаких Денег Не Присваивала И Добросовестно Посылала Посылки Второй Я Опять же Оболгала Ольгу Никаких Денег Я Ей Вообще Не Давала Ни Денег Ни Вещей Ни Лекарств Ни Сгущенного Молока Ни Топленого Масла Ни Книг Так что Ей Бедняге Нечего И присваивать Было Третьего Нет Однако Ведь Я Жива И Потерпевшая Тоже Она Жива И На Свободе И Свидетели Например Фрида Живы Тоже Свидетели Подтвердят Что Деньги Я Давала Сами Они Давали Частенько Продукты И Книги А Потерпевшая Скажет Что За Два С Половины Года Она Не Получила Ни Одной Посылки Какая Же Возможна Защита Какие Же Доводы Приведет Надежда Яковлевна Любопытно Шум Вокруг Ивинской Обвиненной Валютных Операциях Оскорбляет Память Пастернака Говорит Советский Поэт Сурков Юмоните 24 января 1961 года По-видимому Шум Вокруг Дела Пастернака В советской Прессе И в Союзе Советских Писателей Когда Бориса Леонидовича В 1958 Году Публично В прессе Из трибуны Именовали Свиньей Собакой Врагом Народа И предателем Не представлялся Суркову Оскорблением Великого Поэта Оскорбление Это только Шум На Западе Что же Касается Того Действительно Ли Ольга Ивинская Участвовала В спекуляциях Валюты Или это Было Измышление Органов Я никаких Сведений Не имею Да и не Нуждаюсь В них Личность Ивинской Ясна мне Из ее Операций Если Не с Иностранной Валютой То с Моими Собственными Деньгами И Из той Роли Какую Она сыграла В вымогательстве Бориса Леонидовича Покаянных Писем Во время Нобелевской Трагедии 1958 В это В это Время У Ардовых В гостях Прибывал Никулин Анна Андреевна Вышла В столовую Показать Французскую Газету Потом Вернулась И с возмущением Сказала Подумайте Виктор Ефимович При Никуле Не спросил Это Лида Принесла 21 Июня 61 Вчера Вернулась Из Ленинграда Анна Андреевна Она Позвонила Мне И попросила Прийти А я Не могла Мое Дежурство На даче Возле Деда Значит Сегодня Мы Не увидимся Грустно Сказала Анна Андреевна Но Ничего Я Привыкла Довольствоваться Малым Хорошо Что Хоть Голос Ваш Услыхала Последние Годы Она Со мной Как-то Необыкновенно Ласкова Пойму Ли Я Когда-нибудь Что Случилось В Ташкенте И Забуду И что Я Собственно Помню Нет Зла Я Не Помню То Зла К ней Не Питаю Напротив Но Испытанную Боль Сознательно Причиненную Мне Ни с того Ни с сего Помню И это Мне мешает Радоваться Ее Доброте Да А сегодня Анна Андреевна Приехала На машине Натальи Иосифовны К нам В Переделкино Сначала Мы сидели На лавочке У Дедовой Березы Где Скворечник Она Подарила Корнею Ивановичу Белый Экземпляр Книжки Наташа Черной А мне Пока Никакого Зато Когда Мы Все Вместе По Тропочке Пришли В мои Пивоводы Она Вынула Из сумки Прочитала И подарила Мне Милхолу Распространяйте Корнея Иванович Сказал Первая Половина Могла Быть И у Алексея Толстого Там Алимент Опера Но Вторая По смелости Подлинности И силе Только Ахматова Милхола Эпиграф Но Давида Полюбила Дочь Саула Милхола Саул Думал Отдам Ее За него И она Будет Ему Сетью Первая Книга Царств И Отрок Играет Безумцу Царю И Ночь Беспощадную Рушит И Громко Победную Кличет Зарю И Призраки Ужаса Душит И Царь Благосклонно Ему Говорит Огонь В тебе Юноша Дивный Горит И Я За такое Лекарство Отдам Тебе Дочку И Царства А Царская Дочка Глядит На Певца Ей Песен Не Нужно Не Нужно Венца В Душе Ее Скорь И Обида Но Хочет Милхола Давида Бледнее Чем Мертвая Рот Ее Жат В Зеленых Глазах Иступление Сияют Одежды И Стройно Звенят Запястья При каждом Движенье Как Тайна Как Сон Как Праматерь Лилит Неволей Своей Она Говорит Наверно С отравой Мне дали Питье И Мой Помрачается Дух Бестыдство Мое Унижение Мое Бродяга Разбойник Пастух Зачем Там же Никто Из Придворных Вельмож Увы На него Не похож А солнце Лучи А звезды В ночи А это Холодная Дрожь 1959 1961 Сноска Пиво Воды Шутливое Прозвище Маленького Домика Выстроенного Корнеем Ивановичем Мне в подарок В самой Глубине Лесного Участка Размером Он чуть Больше Вагонного Купе Там Помещается Только Столик Кресло И Койка Прозвище Свое Этот ярко Зеленый Дощатый Домик Получил За сходство С пивными Ларьками Это скорее Беседка Чем дом У него Нету Фундамента И жить в нем Можно Только в жару Летом Конец Сноски Холой Мне не дать Не могу Назад Ужинать Мы шли Тем же Порядком Анна Андреевна Опиралась На меня И деда А сзади Наташа С чемоданчиком Анна Андреевна Шла Трудно А дышливо И мне казалось Что ее Ничто Не радует Вокруг Ни деревья Ни цветы Ни птицы А мы Мы только Мешаем Да В пивоводах Она показала Нам свой Новый портрет Сделанный За границей По памяти Аненковым Ей он Не нравится Мне тоже Я люблю Тот 1921 Года Новый портрет Ахматовой работы Юрия Аненкова Впервые Напечатан В 1962 Году В Париже В журнале Возрождение Там же Где помещен Отрывок Из будущей Книги Юрия Аненкова Дневник Моих Встреч 1966 Год Впоследствии Этот портрет Начатый Еще в России И оконченный По памяти Во Франции Не раз Перепечатывался И за границей И дома Например В книге Веленкина В 101 Зеркале Москва Советский писатель 1990 Год Прежний Портрет Сделанный Еще в Петрограде В 1921 Году В книге Юрия Аненков Портреты Петербург 1922 Им открывался сборник Ахматовой Анна Домини Второе издание И публиковали его Множество раз После ужина Дед показал Анне Андреевне Новообретенные им Фотографии Бориса Леонидовича Затем Чукоколу Портрет Глебовой Судейкиной И записи Блока Чукокола Рукописный Альманах Корнея Чуковского Который Чуковский Пополнял Всю свою жизнь Заглавие Совмещает В себе Фамилию Собирателя С названием Финского поселка Коокола Ныне Репина Где Чуковский Вместе с семьей Жил лето и зиму В десятые годы В Чукоколе Собраны Записи и рисунки Репина Шаляпина Хлебникова Блока Зощенко Ходосевича Замятина Гумилева Маяковского Анны Ахматовой И многих-многих других Принимавших участие В этом собрании Вплоть до кончина Чуковского В 1969 году Существуют там И записи Солженицына Подготовляя к изданию Свой альманах Чуковский успел Прокомментировать Хоть и не все Но многое Из того Что там собрано Опубликован этот альбом Впервые Внучкой Корнея Чуковского Еленой Лишь в 1979 году С большими Цензурными Купюрами Так, например Изъяты многие записи Горького Блока Ходосевича Гумилева Кузьмина Замятина Солженицына Выброшенная Из книги В 1979 Ирина Чуковская Включила в свою статью Мемуар О Чукоколе Опубликованную В журнале Наше наследие В четвертом номере За 1989 Год В 1920 Году Ахматова Тоже приняла Участие В рукописном Альмонахе Своё стихотворение Чем хуже Этот век Предшествующих Она вписала В Чукоколу 11 января 1920 Года Некоторые Из её записей Фоксимильно Воспроизведены В издании 79 Года А стихотворение Только в 89 В нашем Впервые Впервые Оно Напечатано В журнале Дом Искусств 1921 Год Номер Первый Анна Андреевна Смотрела и слушала С видимым интересом Задавала вопросы Но когда Дед и Наташа Ушли Ненадолго Пройтись Сказала мне Я так рада Побыть с вами Наедине Я спросила Чем она Угнетена Оказалось По случаю Ремонта Дома На улице Красной Конницы Её вместе С Пуниным После долгих Хамств Временно Перевели В писательский Дом Но эту Временную Квартиру Из-за какой-то Неисправности Залило Водой Все мои Книги Вещи Платья Всё утоплено Сказала Анна Андреевна У меня Теперь ничего Нет Мне это Всё равно Это очень Идёт Моей судьбе Я Не огорчаюсь Впоследствии Выяснилось Что размер Бедствия Причинённого Лопнувшей Трубой Оказался Не так уж Велик Кроме того В писательском Доме В Ленинграде Улица Ленина Дом Номер 34 Квартира 23 Анне Андреевне Предоставили Квартиру Невременно А навсегда Жила она С Аней В Комарове Но в городе Заболела Ира И Аня Уехала К ней Быть одна В Комарове Анна Андреевна Не в силах И Лёва Привёз её В Москву К Ардовым У Ардовых Жить нельзя Ибо Домашняя работница В отпуске И Хаос Полный Завтра Анна Андреевна Переезжает К Шангеле Она больна Измучена Бездомная Старость А ведь Ничего так Не нужно В старости Как дом Но я Предупреждаю Вас Что я живу В последний раз Нет Нет Никакие Предупреждения Не помогут Бездомность Ещё один Способ Судьбы Сживать Её Со свету Лёва Не понимает Как я больна Говорит Анна Андреевна В Ленинграде Одно время Она жила У Адмони И Дед и я Стали просить Её пожить У нас На даче Анна Андреевна Поселилась У нас Пишет мне Владимир Григорьевич Когда получила Квартиру На улице Ленина Мы с Тамарой Исаковной Были у неё В будке И помогали Ей подготовиться К переезду В Ленинград В новое жильё Анна Андреевна Ждала машину И машина Приехала Но из неё Вышел незнакомый Человек И передал От Ирины Николаевны Что комнату Анны Андреевны Затопило И ей некуда ехать Тогда мы взяли Анну Андреевну К себе На улицу Полиханова 8 Дробь 10 Квартира 49 В этой квартире Прежде жил Тынянов А когда-то Это была Половина квартиры Глазунова Здесь Анна Андреевна Прожила у нас Недели две Из письма Ко мне От 1 октября 1977 года И дед и я Стали просить Анну Андреевну Пожить у нас На даче Ведь своей Зимней комнатой На даче Я летом Всё равно Не пользуюсь До холодов Живу у себя В пивоводах Комната В доме пустует Отличная комната Два окна В сад Нижний этаж Домашняя работница Старожиха Шофер Не говорю уже О Кларе Израилевне Клара Израилевна Лазовская Год рождения 1924 Секретарь Корнея Ивановича С 1953 года И до конца Его жизни Когда после смерти Корнея Ивановича 1969 год Я Вопреки воле Высшего начальства Литфонда И союза писателей По воле Многочисленных посетителей Основала музей Дом Чуковского В Переделкине Клара Израильна В течение 20 лет До своего отъезда В США Работала в доме Главным экскурсоводом Она же Автор записок Секретаря Сборник Воспоминания О Корнея Чуковском Москва Советский писатель 1983 год Дом вполне благоустроен Анна Андреевна Сердечно поблагодарила И отказалась Сославшись на какие-то Неотступные дела В Москве Я не могу угадать Что кроется за ее Упорными отказами От дедового гостеприимства Думаю То, что я на даче Не всегда Часто уезжаю в город А чужих шоферов И домработниц Она боится Затем Очень уж Разный образ жизни У деда И у нее Дед человек ранний Она поздний И гости у нее поздние Быть может Я и ошибаюсь Но не могу Ничего придумать С дедом У нее отношения Не то чтобы Задушевно дружеские Но во всяком случае Приятельские И стародавние И она знает Как он любит Ее стихи Да Когда мы с ней Еще сидели Одним Она прочитала Мне новую Строфу В поэме И новая Страшная О кровавой Кукле Палача Какую именно Новую Строфу В поэме Прочитала мне Анна Андреевна Не помню И с полной Точностью Установить Пока не могу Полагаю Что это Строфа Из четвертой Главы Первой части Кто-то с ней Без лица И названия Место ее Между строфами Он за полночь Под окнами Бродит И На площадке Пахнет духами Новое Страшное Это стихотворение Так не зря Мы вместе Бедовали Так не зря Мы вместе Бедовали Даже без надежды Раз вздохнуть Присягнули Проголосовали И спокойно Продолжали Путь Не за то Что чисто Я осталась Словно Перед Господом Свеча Вместе С вами Я в ногах Валялась У кровавой Куклы Палача Нет И не Под чуждым Небосводом И не Под защитой Чуждых Крыл Я была Тогда С моим Народом Там Где мой Народ К несчастью Был 1961 год Анна Андреевна Показала мне Записочку Полученную Ею Из Парижа От Современницы От Тени От Соломеи Андрониковой Соломея Андроникова 1888 1982 Годы жизни Была знаменита Красотой Образованностью Количеством Портретов С нее написанных И стихов Ей посвященных В стихотворении Тень Ахматова Называет ее Красавицей 13 Года А в стихотворении Соломенко Мондельштан Соломенко Быть может Соломея Рисовали ее Петров Воткин Сомов Чихонин Григорьев Соколов Шухаев Сорин Американская Скульпторша Роза Браун Лепила ее Бюст После революции Соломея Николаевна Андроникова Навсегда Уехала Из России Нет Не дружила Рассказывала Она Впоследствии О своих Отношениях С Ахматовой Встречались Нравились Друг Другу Разговаривали Спорили Смеялись А потом Разлетелись На целую жизнь Но не забывали Друг о друге Встретились они В последний раз В Лондоне В 1965 году Об Андрониковой Гальперн Смотрите отрывок Из неопубликованных Воспоминаний Тэффи Приведенный Тименчиком В книге Анна Ахматова Поэма Безгероя Москва 1989 год Письмо К ней Марина Цветаевой В двухтомнике Ахматова И И Наконец Журнале Огонек 1988 год В номере Нового мира За 1961 год Были напечатаны Три стихотворения Самойлова Сороковые роковые Слава Богу Слава Богу И баллада О немецком цензоре Отрывок из поэмы Ближние страны Самойлова Вчера был у меня Возил в своей машине В сберкассу И стихи у него хороши И сам он хорош Сказал, что в своей машине Готов возить меня В двух направлениях Куда глаза глядят И на край света Часов в девять Наши гости уехали Я нарезала им Жасмин Анна Андреевна Просила меня Когда я вернусь в город Позвонить ей К Шенгеле 23 июня 61-го Нет Она не у Шенгеле У Ардовых Была у нее вчера вечером В столовой молодежь И Нина Антонна Играют в карты Анна Андреевна У себя с Эммой Подарила мне свою книжку Тоже белую А не зеленую Зеленую прозвала Лягушкой Надпись сделала небрежно И каким-то будто Не своим почерком Милой Лидии Корниевне-Чуковской За ее необычное И глубокое отношение К этим стихам Дружески Анна Ахматова 22 июня 1961 года Сначала Была тяжелая Раздражительная Недобрая Потом лучше Живее В Ленинграде Она много болела И много писала Наконец-то Не переводила А писала Хотя денег не ахти Новая глава В книгу о Пушкине Александрина Прочитала мне стихи Прежние Новые Вот они Милхола Софокл Страфа в поэму Страшная о войне Смерть Софокла Эпиграф Тогда царь понял Что умер Софокл Легенда На дом Софокла В ночь Слетел с небес Орел И мрачно Хор Цикат Вдруг зазвенел Из сада А в этот час Уже в бессмертии Гений шел Минуя вражий стан У стен Родного Града Так вот Когда царю Приснился Странный сон Сам Дионис Ему снять Повелел осаду Чтоб шумом Не мешать Обряду похорон И дать Афининам Почтить его Отраду 1961 год Потом Я спросила А как поживают Воспоминания В ответ Она выдала Из чемоданчика И прочла Кусок О слепневе Восхитительный Кусок О слепневе Это отрывок Из автобиографической Прозы Ахматовой Привожу Несколько строк Один раз я была В слепневе зимой Это было великолепно Все как-то сдвинулось В девятнадцатый век Чуть не в пушкинское время Сани Валенки Медвежьи полости Огромные полушубки Звенящая тишина Сугробы Алмазная снега А в Петербурге Был уже убитый Распутин И ждали революцию Затем Запись о поэме Запись о поэме Это отрывок Из прозы о поэме Какой именно Не помню Эммочка ушла Вы помните Испанской королеве Прислали однажды Из Голландии В подарок сундук С дивными чулками Ее министр Не принял их У королевы Испанской Нет ног Двадцать шестое июня Шестьдесят первого Вчера она меня вызвала И с большой настойчивостью Просила благодарить Корнея Ивановича На дачу не дозвонилась За поздравительную телеграмму Я буду ее показывать Всем молодым людям Да-да Так и передайте Пусть учатся Как надлежит Поздравлять дам Покажу всем по очереди Миша, Боря, Алеша Привожу текст телеграммы Посланный Корнеем Ивановичем Двадцать четвертого июня Шестьдесят первого года Москва В восемьдесят девять Большая Ордынка Семнадцать Квартира тринадцать Ахматовой Когда вы уехали Я долго твердил В ней что-то чудотворное горит И вся она Немыслимо лучится От души поздравляю И вас И себя Чуковский Я осведомилась Как подвигается работа Над Александриной Она произнесла эпиграф Что-то вроде Клевета Очень похоже на правду Не похоже на правду Одна лишь правда Александрина Впервые была опубликована Гернштейн В 1973 году Звезда Номер второй Черновые варианты статьи Показывают Что Анна Андреевна Намеревалась Предпослать ей Эпиграф Из подслушанных разговоров Первый Как клевета Похожа на правду Второй Да На правду Не похоже Только сама правда Подслушала Ахматова Затем Анна Андреевна Прочла мне новое стихотворение Предупредив Что окончательными Полагает Две первые И две последние строчки Остальное Сумбур Начинается Из-под каких Развалин Говорю Из-под Какого Я кричу Обвала Затем В сумбуре Нечто волшебное О зиме Потом Заключение И все-таки Узнают Голос мой И все-таки Ему опять Поверят Я запомнила Еще одну строчку Как в негашенной Извести Горю Запомнила бы И все Но Анна Андреевна Читая Мешала мне Комментариями Нельзя же рифновать Обвала Подвала И не уверена В зиме И не уверена Узнают Голос мой Или услышат К сожалению Анна Андреевна Так и не окончила Работу над этим Стихотворением Во всяком случае Мне окончательный Текст Неизвестен Впоследствии Черновой набросок Оказался напечатанным В трех разных видах Юность 1968 год Номер третий Подъем Воронеж 1968 Номер третий Ни один из этих вариантов Я не считаю окончательным Примечание записано В 1977 году В сборниках Анны Ахматовой И по сию пору Эти неоконченные стихи Публикуются В разных отделах Иногда И в основном тексте Как оконченные Примечание 1991 года О господи Если услышат То узнают А если узнают То поверят Один единственный голос В мире способен Жаловаться Даже молить О пощаде Властно Мы заговорили О Гроссмане Слухи ходят Об изъятии Его романа Не знаем Правда ли Или вранье Если правда То ведь это Настоящее злодеяние Книга Человека Убийства Все Оказалось Правдой Новый роман Василия Гроссмана 1905-1964 Годы жизни Был конфискован А через некоторое время Гроссман заболел Раком И умер Накануне Катастрофы В 1960 году В 21 номере Газеты Советский воин Он сообщал Читателем Я закончил Большой Многоплановый Роман Жизнь и судьба Работал над ним Около 10 лет В этой книге Действуют Многие герои Известные читателем По роману За правое дело Действие происходит В тылу И на фронте В период Грандиозной битвы У стен Сталинграда Роман Писавшийся 10 лет В феврале 1961 года Был в один день Изъят Органами КГБ Толчком катастрофе Послужила попытка Василия Семеновича Напечатать роман В журнале Знамя Руководители журнала Кожевников Кривицкий Сартаков Скорина И другие Сочли необходимым Посоветоваться В ЦК Советоваться было О чем Так, например, Кривицкий На заседании Редколлегии Произнес Следующее Доктор Живаго Просто вонючая Фитюлька Рядом с тем Вредоносным действием Которое Произвел бы Роман Гроссмана Литературная Судьба Василия Гроссмана Складывалась Неблагополучно Издавна Так, например, Опубликованная В 1946 В 1946 Году Пьеса Гроссмана Если верить Пифагорейцам Вызвала Резкое Осуждение Советской Прессы Роман За правое Дело Партийной Печатью Был встречен Прямо-таки В штыки Достаточно Прочитать Статью Бубенова В правде От 13 Февраля 1953 Года А еще Задолго До этого Еще в Сороковые Почти целиком Погибла Предыдущая Работа Гроссмана Во время Войны Общественные Деятели Запада Во главе С Альбертом Эйнштейном И писателем Шолом Ашем Обратились К еврейскому Антифашистскому Комитету В Москве С предложением Принять участие В издании Черной книги Книги О злодействах Фашистов Против Еврейского Населения На оккупированных Территориях Василий Гроссман Проделавший Вместе С нашими Войсками Сначала Весь путь Отступления А потом Наступления От Волги До Берлина Создал Совместно С Ильей Иренбургом И с помощью Многих Советских Литераторов Обширное Собрание Документальных И устных Свидетельств О расправе Фашистов С евреями Книга Драгоценная Своей документальной Точностью И литературным Мастерством Была Отпечатана Но Пошла Под нож Из всего Собранного Материала Гроссману Удалось Опубликовать В 1943 Году Работу Украина Без евреев А в 1944 Тремблинский Ад Знамя Номер 11 В виде Отдельной Брошюры Эта работа Вышла В свет В 1945 Году В военной Сдате К началу Нюрнбергского Процесса Через Несколько Десятилетий В 1980 Году Черная Книга Была Опубликована В Израиле В Иерусалиме А у нас В Советском Союзе Еще позднее Лишь в начале 1991 Года В Запорожье И только В 1993 Году Как сообщает Нам Ирина Тасунян На русском языке Полностью Без цензурных Купюр Она вышла В свет В Юльнбергском Издательстве Яд По уцелевшему Чудом Корректурному Отиску Уничтоженного В 1947 Году Набора Книги Конфискация Романа Жизнь и Судьба Окончилась Жизнь Писателя Василия Гроссмана Однако Не судьба Романа Роман Был опубликован На Западе В 1980 Году Но в действительности Борьба За отправку На Запад И публикацию На Западе Началась Еще в 1974 И длилась Не один день Потребовалось Немало Связанных С немалым Риском Дружеских Усилий Чтобы Роман Вышел В свет Липкин Которому Гроссман В 1960 Году Отдал На хранение Один экземпляр Романа В 1974 Решил Переправить Его На Запад Он Передал Рукопись Владимиру Николаевичу Войновичу Войнович Охотно Взялся За дело Однако Пересняв Рукопись Аппаратом Весьма Примитивным Он Хоть и Переправил Пленку Благополучно На Запад Но Сомневаясь В ее качестве Отнес Вместе С Корниловым Тяжелые папки Сахарову И Бонар Для новой съемки И новой попытки Переправить Ее на Запад Это было Исполнено Но к желаемому Результату Опять не привело Континент В 1975 Году Опубликовал Всего Несколько Глав Профер Ардис Вообще Печатать Отказался Книга В свет Не вышла Войнович Сделал Еще одну Попытку Отдал Рукопись Антонову Овсеенко А Овсеенко Своему Другу Владимиру Сандлеру Владевшему Аппаратом Высшего Качества Он И Сделал Отчетливый Микрофильм Переправила Этот фильм На запад По просьбе Войновича Австрийская Аспирантка Учившаяся В Москве Роза Мари Циглер И тут Последовала Удача Роман Оказавшись В руках Эткинда И Маркиша Наконец После стольких Усилий Вышел в свет В швейцарском Издательстве А еще Через 8 лет В 1988 В Москве В номерах С первого По четвертой Журнала Октябрь И отдельно В издательстве Книжная палата Ныне О Василии Гроссмане Как о писателе И о человеке Существует Исследовательская И мемуарная Литература Например Воспоминания Бориса Ямпольского Во втором номере Журнала Дружба народов За 1989 Год Работы Липкина И Берзер Вышедшие Под одной Обложкой В издательстве Книга В 1990 И наконец Целый сборник Жизнь и судьба Василия Гроссмана Москва 1991 Год В сборники Помещены Устные И письменные Выступления Тех Кто роман Топил И тех Кто спасал Его 1 июля 61 Кажется Анне Андреевне Чуть получше Провела с ней вечер Сидит Опираясь На руки У себя На постели В своем Уютном Но душном Шкафу Беседовала Она со мной Спокойно И благостно И Внезапный Взрыв Она спросила У меня Читала ли я Стихи В звезде И думаю Ли как Например Вильмонд Что печатать Их вообще Не стоило В 1961 В пятом номере Журнала Звезда Были опубликованы Такие стихотворения Молюсь О конному лучу И когда Друг друга Проклинали Смерть Софокла Я с удивлением Ответила Почему же Не стоило Молюсь О конному лучу Прекрасное Стихотворение И когда Друг друга Проклинали Тоже Хотя мне И не по душе Строчка В страсти Раскаленные До бела Софокл Но Софокл Хладноватые Стихи Сказала я Но это не резон Чтобы их не печатать Холодноватые С яростью Произнесла Анна Андреевна Раскаленные Повторила Она по складам И каждый слог Был Раскален До бела Просто у вас Нет уха Контичности Для вас Это пустое место И Дионисова Действо И легенда О смерти Софокла Звук пустой А это должно быть Внутри Вот здесь Она показала На грудь Этим надо жить И стихи Мои о смерти Софокла Так существенно Для понимания Отношений Между искусством И властью Должных отношений Это урок Я промолчала Не стало уж И заговаривать О неудачной строке Сам Дионис Ему снять Повелел Осаду Где слова Слипаются Снять Повелел Чего вообще У Ахматова Не бывает Ведь ударение Логическое На снять А ритмическое На повелел Насчет темы Поэт и власть И преподанного Здесь Власти Урока Это я конечно Уловила Что же касается Античности Похвастаться Нечем И в самом деле Я и ею Не жила И не живу Я ведь человек Грязно необразованный Как говорит о себе Кто-то из героев Достоевского Но ведь вот И Библию Я знаю худо И более чем худо Знаю Она для меня Мертва А вот Библейские стихи Анны Ахматовой Лотова жена И встретил Иаков В долине Рахиль Они для меня Библию Воскрешают А смерть Софокла Не воскрешает Для меня Античность Одна ли я В этом повинна А быть может Немного и Ахматова Чудотворства Какого-то тут Не свершилось Аллегория Осталась Аллегорией Далее Разговор Пошел мирно После вспышки Гнева Внезапной Анна Андреевна Умеет столь же Внезапно Переводить себя На спокойный тон Точно Выключатель Какой-то В себе Повертывает О Надежде Яковлевне Она заговорила Вполне Спокойно Хотя и Осудительно Надя Ни за что Не желает Признать Ольгу Хищницей Не пойму Что это с ней Случилось Влияние Оттинов Иначе Ничем Я не могу Объяснить Они нашли Какой-то Способ Проникнуть Ей в душу Обывательскую Постройку Я понимаю Отлично Поэт Муза Поэта Она Невинно Заточена В тюрьму Она Принимает Гонения За свою Любовь Очень Складно Выходит А что Все это Вздор Все ложь Что она Попросту Хищница До этого Никому Дела нет Я спросила Читала ли она В литературной Газете Статью Сорнова Об Евтушенко И Вознесенском Она Статьи Не читала А О Евтушенко И Вознесенском Отозвалась Неблагосклонно И как О личностях И как О поэтах Я спорить Не собиралась Ни Вознесенского Ни Евтушенко Вообще Никогда И в глаза Не видывала Стихи Вознесенского Не воспринимаю А в Евтушенко В этом Теплится Что-то Писать Стихи Он Не умеет Но Что-то Живое Есть Впрочем Я Не Вчитывалась Начальство Их Недолюбливает Сказала Я Вздор Их Посылают На Кубу И каждый день Делают Им рекламу В газетах Так ли У нас Поступают С поэтами Когда Начальство Не жалует Их В самом Деле Кажется 14 июля 61 Года Не уверена Была У Анны Андреевны Ее комнатушка Средоточие Жары У Мандельштама Сказано Чудесного Холода Полный Сундук А это Полный Сундук Духоты Анна Андреевна Сразу Вынула Из сумочки И протянула Мне письмо Играют Так Объяснила Она Сначала Прочитывают Текст Не глядя На подпись Потом Я называю Имя И гляжу На выражение Лица Читающего Начнем Две страницы Исписаны Восторгами Вы Сама Поэзия Вы Скрипка Страдивариуса Вы Звонница И подобные Пошлости На протяжении Двух страниц На третьей странице Выясняется Что поэзия Анны Ахматовой Воспитывает Молодежь В истинно Коммунистическом Духе Кто же Автор Не могу Догадаться Зелинский Зелинский Провозгласила Анна Андреевна Смешно И мерзко В свое время Травивший Ахматову В свое время Пастернака Зелинский Который писал Доносы На комму Иванова Я видела его Вблизи Только в Ташкенте В комнате У Анны Андреевны Когда он Приходил Туда Как Составитель Ее книжки Как редактор Говоря точнее Как цензор Выкидывал Множество стихов И преподносил Ей свою Галиматью Предисловие Одни стихи Выкидывались Им За пессимизм Другие За религиозность Анна Андреевна Шутя говорила От моей лирики Остались Одни Сады И парки Речь идет О сборнике Стихов Анны Ахматовой Избранная Выпущенной В 1943 Году В Ташкенте Издательством Советский писатель Кроме стихов Военного времени Зелинский Оставил Там Только те Что печатались Десятки раз Следует Впрочем Добавить Что в этой книге Помещено Одно стихотворение Из реквиема Уже безумие Крылом Души Накрыло Половину Анна Андреевна Удалила Из рукописи Четверостишая Говорящая О ее Тюремном Свидании С сыном И редакция Приняла Эти стихи За любовные Я Стала Расспрашивать Анну Андреевну О ее Ленинградском Житье Бытье Она Сразу Помрачнела Анечка Выходит Замуж Свадьба Восемнадцатого В будке В Комарове Родители Очень Вникают А я Не вникаю Совсем Через два года Он ее Разумеется Бросит С двойни На руках Конечно Или она Его Иначе И не бывает Восемнадцатое июля Шестьдесят первого Больна Больна Анна Андреевна Плохо у нее С сердцем А мы как-то Забываем про это Сегодня с трудом Вырвав время У меня корректура Я провожал ее К Маршаку На Чкаловскую Самуил Яковлевич Послал за ней машину Одна То есть С шофером Ехать она Боится Боится Сердечного приступа Боится Улицы Боится Шофера Назад Будет сопровождать Ее Розалия Ивановна Розалия Ивановна Вилцен 1885 1966 Годы жизни Секретарь Домоправительница Экономка Женщина Работавшая В доме У Маршака Лет Тридцать Еще с Ленинградских Времен Тогда она Была Бонной При детях И вплоть До кончины Самуила Яковлевича Встретила меня Анна Андреевна Нарядно Причесанная В белом костюме Прижимая Груди Черную книжку Едет Дарить С лестницы Она спустилась Трудно Ставя на каждую Ступеньку По очереди Обе ноги Как ребенок Во дворе У Ардовых Пока мы шли До машины И во дворе У Самуила Яковлевича Шагов Десять До крыльца Тяжело Опиралась На меня Главное Не торопиться Вы И лифт Умеете Мы поднялись На лифте И вышли У дверей Квартиры Сто тринадцать Такой Знакомый Мне Дверь Отворилась Я сразу Вниз Корректура Двадцать четвертое июля Шестьдесят первого Анна Андреевна Мне звонила За два дня Позвонила заранее Чтобы я пришла к ней Сегодня в двенадцать часов Вечером Она уезжает в Ленинград В сопровождении Жени Берковской Женя отвезет ее в Комарова И будет там жить с нею вместе И за ней ухаживать Так называемая Семья Отбывает в Ярославле Протянула мне номер Журнала Америка Весь глинцевитый Брюки отутюжены Сверкают зубы И декольте А тут еще на развороте Какое-то бракосочетание Цветы Фата Бокалы Улыбки Из подписи явствует Что сочетаются браком Два американские гида Гид и Гидесса Познакомившиеся на американской выставке В Москве Один из них Тот, который жених Пишет диссертацию Номер пятьдесят восьмой Июль Имена жениха и невесты Сэм Драйвер И Клэр Де Сэнфаул Сэм Драйвер Сообщалась в заметке Пишет диссертацию О творчестве Анны Ахматовой Анна Андреевна Прошла мне Прозаический отрывок О поэме Однажды она мне уже читала Ее Заземление Бумеранг И прочее Узнаю этот отрывок В печати И причем В четырех вариантах В двухтомнике За 1990 год Сделала надпись На книге И поручила мне Передать книжку Юлиану Григорьевичу На прощание Сказала Может быть Я уже никогда Не приеду в Москву Здесь больше Жить нельзя Боря женится Комната нужна Меня зовут Веленкины Но Но Не знаю Виталий Яковлевич Веленкин Год рождения 1911 Искусствовед Театровед Педагог Мемуарист И литературовед Он автор книги Воспоминаний с комментариями Москва 1982 И 1991 Годы Где собраны Мемуарные портреты Многих деятелей Искусства Станиславского Немировича Данченко Качалова Москвина Книпер Чеховой Михаила Булгакова И Анны Ахматовой С 1933 Года Веленкин Стал Литературным Секретарем Дирекции МХАТ Затем Заместителем Заведующего Литературной Частью В 1943 Году Началась Его педагогическая Работа В школе Студии МХАТ Многие годы Он преподавал Там Историю МХАТ В настоящее время 1993 Год Веленкин Заведует Кафедрой Искусствоведения В школе Студии А также Ведет Курс Теории Стиха И практикум По стиху В 1990 Году В третьем номере Журнала Театр Появился Мемуарный Очерк Веленкина Оборите Леонидовича Пастернаки Тот же Очерк В сборнике Воспоминания Театр С Анной Андреевной Виталий Яковлевич Познакомился В 1938 Году На обеде У Рыбаковых Веленкин Автор Книги Об Анне Ахматовой В 101 Зеркале Москва 1987 1990 Годы Автор Статьи Короткое Но царственное Слово 1993 Год Там же В вопросах Литературы Во втором номере За 1989 Год Опубликованы Воспоминания Ахматовой О Мандельштаме Листки Из дневника Подготовленные К печати И прокомментированные Веленкиным В 1991 Году Вышел Составленный Веленкиным И Черныхом Обширный Сборник Воспоминаний Об Анне Ахматовой 1962 Год 1 января 62 Ленинград Блуждая По пустырю Среди больничных Корпусов Или точнее Флигелей Я на морозном ветру Бесконечно И безуспешно Ищу Четвертую Терапию Это больница В гавани Здесь после Нового инфаркта Лежит Анна Андреевна Я двигаюсь Как-то боком Защищая От вьюги Лицо Отворачиваясь И сбиваясь С пути Да и пути-то нет Даже тропки Нет в снегу Пустырь Корпуса Вьюга Никого Никовошеньки Все отсыпаются Наверное После встречи Я тыкаюсь В дощечки С названиями Все не то Хирургия Урология А на пустыре Пусто Я зашла Была в хирургию Спросила у Гардеробщицы Где четвертая Терапия И была Облайна Слепая ты что ли Или неграмотная Не видишь Хирургия В урологию Спрашивать Я и не сунулась Метеот Снежная Пустыня Несколько раз Я подхожу К дверям Какого-то Строения На котором Ничего не написано За облупленными Двустворчатыми Дверьми Чудится Склад Груда Гнилой Капусты Или Железного Лома Медицина За такими Дверьми Явно Обитать Не может Я отхожу Снова Вьюга Мороз Пустырь Снова Дощечки Хирургия И урология И наконец В отчаянии Я толкаю Облупленную Немую Дверь Там Сырая Тьма Но в темноте Снизу Светлая Полоска Иду вперед Другие Двери А за ними Свет И тепло И можно Размотать Мокрый Платок Отряхнуть Шапку Пальто Боты Даже веник Наготове Приветливый Инвалид Взял у меня Вещи Не ворча На их Мокрость Выдал мне Застиранный Но чистый Халат И объяснил Куда идти Лестница Трудная Но чистая Второй Этаж Вот тут И надпись Терапевтическое Отделение И неожиданно Счастливый Запах Рождество Ёлка Старинный Большой Зал По стенам Стулья А в углу И в самом деле Ёлка Широколапая Высокая До потолка Коридор Первая палата По коридору Направо Тут в коридоре Уже только запах Старого белья И лекарств Запах больницы Я на пороге палаты Сердце Зажимается Духотою Одно окно Четыре кровати Тесно Тихо И духота Духота Узенький проход Между кроватями Анна Андреевна Лежит На первой Койке Справа От двери Когда я глянула С порога У нее лицо На подушке Было горькое Словно бы От чего-то Отвернувшееся Обиженное Я помедлила Спит Идти Или ждать Но она сама Сразу открыла глаза Увидела меня Обрадовалась И проворно Села на постели Очень обрадовалась Сказала любезно Ну раз вы пришли Теперь я верю Что и в самом деле Наступил Новый год И начался Ее монолог Меня она не расспрашивала А сама говорила Без умолку Соскучилась По слушателю У нее третий инфаркт Сейчас ей лучше И ее скоро Выпишут С 11 января Кутевка в Комарова Но она не уверена Окажется ли В силах поехать Дома ей Слава Богу Поставили телефон Потому что Врач заявил Что такую больную В квартиру Без телефона Выписывать Он не рискует Она показалась Мне оживленной Временами Даже веселой Еще бы С тех пор Как мы не виделись Сколько событий И все Счастливые 22 съезд Сталина убрали Из мавзолея И сколько Наработано Ею Она прочитала Мне новые Строфы В поэму Почему-то Называя их Примечаниями Строфы Окаянной Строфы Строфы А за ней Строфы 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 Письмо От профессора Шведа Который Книгу В маленьком Шведском Университетском Городке Сообщал Что приедет Поговорить Со мной Приехал А я в больнице Пришел сюда Славный человек И много знает Но самое поражающее Ослепительная Белизна Рубашки Белая Как ангельское Крыло Пока у нас Здесь были Две кровавые Войны И еще Много Крови Шведы Только и делали Что Стирали И гладили Эту Рубашку Я послал Отрывок Из поэмы И одно Стихотворение Александр У. Фив В Москву В наш Современник Получила Ответ От Сидоренко Вы сами Понимаете Что странно Было бы Видеть эти Стихи На страницах Советского Журнала И далее Поздравление С Новым Годом И пожеланий Творческих Успехов Сохраните Бога ради Сохраните Это письмо Замолилась Я Поэма Вышла Вторым Изданием В Нью-Йорке С длинной Статьей Филиппова Там Все бы Ничего До конец Меня Огорчил Пишет Что я Русская Жорж Зант Она была Толстая Маленькая Ходила В штанах И один Любовник Знаменития Другого Прежде Меня Называли Русской Софо Это Мне Больше Нравится Речь 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 идет О вторичной Публикации Поэмы Во втором Сборнике Альманаха Воздушные Пути 1961 Год И о статье Филиппова Поэма Без героя Анны Ахматовой Заметки Опубликованные Там же Что касается Софо То Софо Сравнивали Ахматову Не раз Например Леонид Гроссман В книге Борьба За стиль Москва 1927 Год Или Страховский В статье Который Так и Называется Анна Ахматова Зе Софо Оф Раша 1929 Год Что касается Сравнения Ахматовой Жорж Зант То его В статье Филипова Во втором Сборнике Воздушных Путей Вовсе Нету Тут какая-то Ошибка Моей записи Какая-то Путаница Вероятно Анна Андреевна Имела в виду Чью-то Другую Статью Кое-что Филиппов Конечно Приврал Предполагает Например Что поэт Застрелившийся В поэме Граф Василий Комаровский Он Повесился В царском Но я Теперь В эпиграфе Из Князева Поставлю ВС И Эта Одна Буква Все Разъяснит Анна Андреевна Собой Осенью 1914 Года В сумасшедшем Доме Двухтомник 1990 Год Скажите Корнею Ивановичу Пусть Напишет О поэме Он Один Помнит То время Пусть Присобачит К чему Угодно Хоть Какой-нибудь Из своих Статей Я Ответила Поэма Это ведь Напечатано Пока Всего Лишь В отрывках Как же О ней Писать Все Равно Пусть Напишет Об отрывках К этому Времени В Советском Союзе Были Напечатаны Хоть И в Изобилии Но Всего Лишь Отрывки Из Поэмы Иногда Даже И без Указания Откуда Они В журнале Ленинград 1944 Год Номера С Десятого По Одиннадцатый В Ленинградском Альмонахе 1945 Год В Литературной Москве Альмонах Первый 1956 Год В Антологии Русско-советской Поэзии Том Первый Москва 1957 Год В Журнале Москва 1959 Год Номер Седьмой И в Двух Ахматовских Сборниках Стихотворение 1958 И Стихотворение 1961 Высказываться В нашей Печати О вещи Опубликованной Целиком Лишь В Воздушных Путях То есть За границей Было Нельзя Да и Не очень Стоило Напечатана Она Там В Искаженном Виде Про себя Я подумала Что О поэме Пока Она Печатается В Отрывках Никто И представление Себе Составить Не Может Хуже Составляет Себе Ложное Представление Все будто бы сводится к маскараду и гафманиане Я не знаю другой вещи, которая в отрывках в такой степени не соответствовала бы самой себе Вся ее прелесть Соотношение между слоями памяти Между тем, что истлело в глубине зеркал И современной трезвой реальнейшей реальностью Отрывки губят целое То есть Соотношение между В поэме будут два типа примечаний, сказала Анна Андреевна От редактора все правда А от автора все вранье Вручила мне приготовленные для меня листки С новыми примечаниями И поправками для моего экземпляра поэмы Она уже послала мне их с комой Ивановым Но мы разминулись Я глянула Вместо вспышка газа Теперь стала Вопль Не надо Я переменила потому, что обнаружила Нынешние читатели воображают Не газовое освещение А газовую плиту Кухню Сначала я сделала было Запах розы Но тогда слишком близко оказалось На площадке пахнет духами А вопль не надо Это она увидела Он вынул пистолет Вы согласитесь, не правда ли, что сейчас в России Необыкновенный подъем интереса к поэзии Доскакала наша четверка Пастернак, Я, Цветаева, Мандельштам Этим сознанием, очевидно, и было рождено стихотворение Нас четверо Сюда ко мне прорвался 17-летний мальчик Продолжает Анна Андреевна Чтобы спросить Кто из четырех лучший Я ему ответила Все трое действительно первоклассные поэты Радуйтесь такому богатству А не бейте друг друга поэтами по голове Скоро у них появятся новые боги и богини И в Ленинграде, и в Москве В Ленинграде все хвалят Рыжего Бродского Я спросила Читала ли она Самойлова В Тарусских страницах Да, чайная У меня тоже есть своя чайная И прочла Тут еще до чугунки был знатнейший кабак О переулке в Царском Кончается так А на розовольнях правил Великан Кирасир Анна Андреевна объяснила мне Великан Кирасир Царь Александр Третий В интонации и словаре этого стихотворения Опять какая-то новая Ахматова И опять какое-то новое царское Не Пушкинское, не Анинское И не Гумилевское Я бы просила прочесть еще раз Пили, да поздна водку Заедали кутьей Да, совсем новое Царско-сельская ода Девятисотые годы Эпиграф А в переулке Забор дощатый Николай Гумилев Настоящую оду Нашептала Постой Царско-сельскую одырь Прячу в ящик пустой В роковую шкатулку В кипаристный ларец А тому переулку Наступает конец Здесь ни темник, ни шуя Город парков и зал Но тебя опишу я Как свой Витебск шагал Тут ходили по струнке Мчался рыжий рысак Тут еще до чугунки Был знатнейший кабак Фонари на предметы Лили матовый свет И придворной кареты Промелькнул силуэт Так мне хочется, чтобы Появиться могли Голубые сугробы С Петербургом вдали Здесь не древние клады А дощатый забор Интендантские склады И извозчищий двор Шепелява неловко И с грехом пополам Молодая чертовка Там гадает гостям Там солдатская шутка Льется желчь не тая Полосатая будка И махорки струя Драли песнями глотку И клялись попадьей Пили допоздно водку Заедали кутьей Ворон криком прославил Этот призрачный мир А на розвольнях правил Великан Кирасир Комарова 1961 год Помолчали Затем Анна Андреевна сказала Я получила письмо От Юрочки Аненкова Он просит разрешения Иллюстрировать поэму А разве он для этого годится? Он думает, что годится У меня промелькнуло А может быть и впрямь? Ведь иллюстрировал же Аненков 12 Но тогда он был здешний Тутошний А теперь Как он взойдет вместе с нами На башню 40-го Или на башню 60-го? А у Рива неприятность Сказала Анна Андреевна Будто угадав мои мысли о блоке Он не понял У нас нельзя писать, что 12 Это неудача Он написал Все рассердились И обиделись Слова Анны Андреевны О неприятностях Постигших Рива Основаны, по-видимому На недоразумении Книга Александр Блок Никакого порицания Поэма 12 В себе не содержит Рива Год рождения 1924 Поэт, прозаик, ученый Специалист по русской литературе 19-го и начала 20-го века Профессор Уэзлианского университета В штате Коннектикут В 1966 году В Нью-Йорке Вышло исследование Рива Русский роман В 1968-м тоже в Нью-Йорке Книга стихов Среди молчащих камней И повесть Красные механизмы В 1972 году Рив перевел на английский язык Нобелевскую речь Солженицына Анне Андреевне Были известны Некоторые стихи И литературоведческие работы Рива Еще до напечатания Бывая в Советском Союзе Он неизменно посещал Ахматову Познакомились они В 1961 году В Москве В доме У литературоведа Фольклориста Мелитинского Позднее Рив и Ахматова Встречались В Комарове Но Анна Андреевна Ведь дело Не только В официальной точке зрения Сказала я Дело в том Что 12 Совсем не неудача Конечно Возмездие Вот это неудача Великолепная Огромная Об отношении Анны Андреевны К этим двум поевам Александра Блока Подробно У Максимова Ахматова А Блоки Звезда 1967 год Номер 12 Жермунский Анна Ахматова И Александр Блок Русская литература 1970 год Номер 3 Цевьян Заметки К дешифровке Поэмы без героя Тартусский Государственный Университет Труды По знаковым Системам 1971 год Жермунский Творчество Анны Ахматовой Наука 1973 Анна Андреевна Попросила подать ей со стула халат Долго нашаривала отекшими ногами туфли Выпрямилась и тяжело оперлась на мою руку Мы пошли в зал Снова дивный запах елки Елка уже зажжена Горят красные и зеленые лампочки Электричество вместо любимых мною свечей Моего илюшиного детства Но все равно пахнет детством Потому что пахнет елкой У стен кое-где сидят и тихо переговариваются сестры Кое-где в серых халатах больные Мы сели на отдельный диванчик И я вынула из сумки пастилу Мандарины И заранее наколотые орехи Анна Андреевна рассказала, что кроме Адмони и Сильман Ее выхаживала тут одна замечательная женщина Она математик Софья Ковалевская, перед ней нуль Ладыжинская Она мне приносила еду Кормила меня с ложечки Даже сама мыла посуду Она здесь близко живет Ольга Александровна Ладыжинская Год рождения 1922 Математик Основные работы ее посвящены уравнениям математической физики Рассказ Ольги Александровны о ее поездке в Выборг Послужил толчком для стихотворения Ахматовой в Выборге Над стихами стоит посвящение О.А.Л.СКОЙ Я поздравила Анну Андреевну с Левиной диссертацией Передала ей со слов Оксмана, что Конрад считает его великим ученым Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу Сказала Анна Андреевна, потемнев Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта Обиделся на что-то и ушел Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не раззнакомилась с Жермунским Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации Подумайте, парню пятьдесят лет, и мама должна за него обижаться А Жермунский был в своем праве Он сказал, что Левина диссертация Либо великое открытие, если факты верны Либо ноль Факты же проверить он возможности не имеет Бог с ним, с Левой, он больной человек Ему так повредили душу Ему там внушали Твоя мать такая знаменитая Ей стоит слово сказать, и ты будешь дома Я онемела А мою болезнь он не признает Ты всегда была больна и в молодости Все одна симуляция Чуть успокоившись, она сообщила В честь Нового года я начала в уме составлять новую книжку Она будет называться «Цветы последние» Два отдела К первому будет эпиграфом «Бег времени» Что войны, что чума, конец им виден скорой Им приговор почти произнесен Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен? Она устала говорить Я собрала кулечек со сластями Проводила ее в палату И помогла снять халат Она скинула туфли и легла Я прибрала в тумбочки и простилась Спускаясь по лестнице, привычно подумала Как же это я ее оставляю? Метель утихла Тихая полутемнота вокруг тихих корпусов И всюду тропки сквозь светящиеся розовым сугробы Идя к трамваю, я вспомнила О Софье-то я Анне Андреевне и не рассказала 6 ноября 1961 года Обнадеженная 22 съездом Я отдала Софью Петровну повесть о 37-м Написанную зимой 39-го-40-го годов В редакцию журнала «Новый мир» 4 января 62-го Москва Вернувшись, я отправилась с докладом к Нине Антони И она рассказала мне горькие вещи Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Левой и Анной Андреевной неладно Однако чувствовать или услыхать – большая разница То, что сказано было мне в больнице Анны Андреевной, теперь вполне подтвердила Нина Лева и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны Я многолетняя свидетельница ее упорных, неотступных хлопот, ее борьбы за него Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредства влиятельных лиц Всю свою жизнь она починила Левиной каторги Все, даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталина Как ответ английским студентам И от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему И сотни строк перевела, чтобы заработать на посылке ему Сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи А Лева воротившись, ее же и винит Но, подумала я, искалечен он не только лагерем, и юностью, и детством Между родителями разлад Отец расстрелян, нищета, отчим Он обожаемый внук, единственный и любимый сын Но оба родителя вечно были заняты более своею междоусобицей, чем им Мать, измученная славой, любовью, жизнью, клеветой Не это ли давнее болезненное детское чувство своей непервостепенности он теперь вымещает на ней Затравлен он, одинокий сын всемирно знаменитых родителей Но бедная, бедная, бедная Анна Андреевна По словам Нины Антонны, Ира и Лева ненавидят друг друга Тоже хорошо, вот откуда инфаркты, вот отчего Анна Андреевна постоянно стремится в Москву Никакое постановление ЦК не властно с такой непоправимостью Перегрызь сердечную мышцу, как грызня между близкими Нина Антонна пыталась урезонить Леву В Ленинграде без ведома Анны Андреевны говорила с ним, но тщетно Он заявил, ноги моей не будет у матери в доме Ну хорошо, в доме, а в больнице? Да и есть ли у его матери дом? Где ее дом и где его рассудок? Первое марта 62-го Только сейчас прочитала в звезде, по втором номере, Ахматовское слово о Пушкине Но вырожденная проза Ахматовой начинается как статья Благонравно литературоведчески Но это уже не литературоведение, это проза Тут уже властвует хозяин всякой прозы Как и хозяин стиха, ритм И как в поэзии Анны Ахматовой царствует величественный лаконизм И как во многих стихотворениях, как и в первой части поэмы Главная мысль — неизбежность победы искусства над его гонителями И как во многих ее пушкиноведческих работах Своя судьба подспудно примиряется к судьбам поэтов, отверженцев общества Разве это не пророчество о своем Ахматовском будущем? За меня не будете в ответе, можете пока спокойно спать Сила права Только ваши дети за меня вас будут проклинать Будут Будут наши дети и внуки за нее проклинать Жданова и Ждановских придворных Непременно проклянут гонителей Ахматовой с такой же силой С какой она в своем слове о Пушкине Прокляла врагов первого поэта России А заодно и друзей его Провалившихся на экзаменах дружбы И более сочувствовавших Дантесу, чем Пушкину Будут Начало Банальная, литературовеческая фраза о Щеголеве Объяснившем в своем труде, почему высший свет Его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело из своей среды И вдруг Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку И громко сказать не о том, что они сделали с ним А о том, что он сделал с ними И после этого Стремительный, неудержимый бурный поток Натиск Периодов Речь негодующей Федры Перемежающаяся краткими сжатыми формулами Он победил и время, и пространство На взлете самого мощного периода прозы Проза перебивается четырьмя строками стихов За меня не будете в ответе Близится развязка, концовка Снова величавая проза И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников Могут заменить тот один, нерукотворный Крепче меди Эта проза уже запоминается наизусть, как стихи Крепче меди Второе полустишее первой строки оды Горация Я воздвиг памятник Крепче меди Первое полустишее тоже строки Пушкин поставил эпиграфом К своему стихотворению Я памятник себе воздвиг Нерукотворный 13 мая 62-го Люшенька в Ялту писала мне, что Анна Андреевна Приехала в Москву Позвонила и огорчилась Она не любит, когда я не на месте Вернувшись из Крыма Я, конечно, мечтала повидаться с ней Но прежде всего кинулась в Переделкино Побыть с дедом 12-го приехала в город И только-только успела разгрести накопившиеся дела Все время держа в уме Сейчас позвоню ей Как она позвонила первая Вы, оказывается, не на даче? Вышло неловко В Москве Анна Андреевна жила сначала у Марии Сергеевны Потом у вдовы Шангели И только потом, когда освободилось место у Ардовых Перебралась туда Очередное кочевье после очередного инфаркта Я пошла к Ардову Анна Андреевна, Виктор Ефимович и Ника Гленн Сидели в столовой Между Анной Андреевной и Никой Заканчивался разговор о каких-то материалах для пушкинской книги Ника скоро ушла Потом пришла Любочка Стенич Сооружающая новое платье Анна Андреевна совершенно раздета Она была равна и приветлива Но я-то ее знаю И я все время чувствовала, что в ней живет раздражение Когда любовь Давыдовна ушла Она увела меня к себе Выглядит она плохо Погрузневшая, белая Раздражена против Виктора Ефимовича Он без ее ведома дал переписать новый вариант поэмы Какой-то незнакомой машинистки Я не успела попросить Она сама сразу начала читать стихи Как она сотворяет эти чудеса Сквозь болезни и неустройства Непостижимо Впрочем, памятна мне Сквозь Что она сотворяла реквием Точнее, хоть и кощунственнее Будет сказать Благодаря чему Она его сотворяла Прочла царско-сельскую оду Так теперь называется А тому переулку Наступает конец Стихи, читанные Еще в больнице Песенки Они меня почему-то не тронули Кроме двух строчек Отняты мы друг у друга Разве можно так? И невероятную, немыслимую Сверхгениальную родную землю И мы мелем И месим И крошим Тот ни в чем Незамешанный прах Какая смелость Какая настойчивость Мелем Месим Какая сила Да, для нас это грязь на калошах Да, для нас это хруст на зубах Такой силища не обладала Молодая Ахматова Родная земля Эпиграф И в мире нет Людей без слезней Надменнее и проще нас 1922 В заветных ладанках Не носим на груди О ней стихи Навзрыд не сочиняем Наш горький сон Она не бередит Не кажется Обетованным раем Не делаем Ее в душе своей Предметом купли И продажи Хворая Бедствуя Не модствуя Над ней О ней не вспоминаем Даже Да, для нас Это грязь на калошах Да, для нас Это хруст на зубах И мы мелем И месим И крошим Тот ни в чем Незамешанный прах Но ложимся В нее И становимся Ею Оттого И зовем Так свободно Своею Ленинград 1961 Я люблю Ее Молодые стихи Они всегда Со мною И при мне Вернее Во мне Они стали Мною Постепенно Становятся Мной Самойлов Но ни поэмы Ни северных Элегий Ни родной земли Молодой Ахматовой Не написать бы Хвори Бедствия И даже Немота Пошли Ее Музе На пользу И как Затянулся Ее диалог С иммигрантами Не затянулся А вспыхнул Снова Потому Вероятно Что до нас Стали С недавнего времени Долетать Голоса Западных Людей Среди них Иммигрантские Еще Прочитала Комаровские Кроки С четверостишием Которая В газету Она не давала Из-за слов Воздушные Пути В окончательной Редакции Это стихотворение Называется Нас Четверо И к нему Существуют Три эпиграфа Из Мандельштама Из Пастернака Из Цветаевой В литературную Газету Второе Четверостишее Анна Андреевна Дать не решилась Потому что В стихах Поминаются Воздушные Пути Словосочетание Избранное Пастернаком Для заглавия Одного Из его Рассказов А так как Заглавие Воздушные Пути Сделалось Заглавием Русского Альманаха Издающегося Иммигрантами В Америке Это сочетание Слов В советской Прессе Представлялось Рискованным Стихотворение Ахматовой Было напечатано В литературной Газете 16 января 1962 года Как Комаровские Кроки И при этом Без второго Четверостише И без Единого Эпиграфа В беге Времени Оно Опубликовано Всего С одним Эпиграфом И под названием Комаровские Наброски Но зато Полностью В Большой Библиотеке Поэта В основном Тексте Тоже Без двух Эпиграфов Правильное Жезаглавие И все Эпиграфы Помещены Там В отделе Примечания Ветвь Бузины Упоминаемая В Ахматовском Стихотворении Как письмо От Марины Попало туда Недаром Это Это стихотворение Бузина Опубликованное В только что Вышедшем Тогда сборнике Марины Цветаевой Избранная Гослит Издат 1961 Год Нас Четверо Эпиграф Уже ли Эгитане Гибкой Все муки Данта Суждены Осип Мандельштам Таким я вижу Облик Ваш И взгляд Борис Пастернак О Муза Плача Марина Цветаева И отступилась Я здесь От всего От земного Всякого Блага Духом Хранителем Место Сего Стала Лесная Коряга Все мы Немного У жизни В гостях Жить Это Только Привычка Чудится Мне На Воздушных Путях Двух Голосов Перекличка Двух А еще Восточной Стены В зарослях Крепкой Малины Темная Свежая Ветвь Бузины Это Письмо От Марины Анна Андреевна Показала Мне Второй Том Этих Самых Воздушных Путей Где Напечатан Один Из Вариантов Поэмы С Предисловием Филиппова Он Копает Глубоко Сказала Анна Андреевна Но Не Там Где Зарыто Прочитала Мне Вслух Два Письма От Одного Профессора Американца Который Работает Над Книгой О Ней Задает Шестнадцать Вопросов И Жаждет Получить Автограф Пусть Она Своей Рукой Напишет Настоящую Нежность Не Спутаешь Письма На Дурном Русском Языке Отвечать На Вопросы Она Не Станет Автограф Пошлет Письма Восторженная После Блока Она Величайший Русский Поэт И Прочие Как я Понимаю Теперь Этот Профессор Американец Эстонский Поэт Эмигрант Алексис Раннит Профессор Ельского Университета Искусствовед И Литературовед Автор Статей О Пастернаке И О Бахматовой В частности Автор Статьи Напечатанной Во втором Томе Сочинений Анна Андреевна Не только Послала ему Автограф Как сказала Мне Но ответила На многие Из его Вопросов Быт Анны Андреевны Беспросветен Ера Ера Все Все Время Болеет И Вообще В Нетях Анна Андреевна Возлагает Надежды На Сильву Гитович Жену Поэта Свою Соседку По Комарову Дача Гитовича Рядом На Том Же Участке Сильва Соломонна Гитович 1913 1974 Годы жизни Действительно Делала Многое Чтобы Облегчить Быт И Жизнь Анны Андреевны Что-то Со Мною Произошло Но Не знаю Что И Где Все Журналы Сколько Их Существует В Москве И В Ленинграде Просят Стихи Все До Единого И День Поэзии И Мне Давать Нечего Звонил Прокофьев Предлагал Птичье Молоко Я Конечно Отвергла А потом Явился От его же Имени Некто В сером И предупредил Что меня будут Искать Какие-то Американцы Так вот Чтобы я Отказалась С ними Встретиться Сославшись На болезнь Я Между Двумя Буферами Она Сблизила Два Кулака И Потерла Один О Другой Александр Андреевич Прокофьев 1900 1970 Семьдесят первые Годы жизни Поэт В годы 1945-48 А также 1955-65 Прокофьев Обладал Большой Административной Властью Он был Ответственным Секретарем Ленинградского Отделения Союза Писателей Провожая Меня Уже В коридоре Анна Андреевна Сказала Из Окончательного Варианта Поэмы Исчезло Письмо К Эннн С тех пор Как появились Прозаические Ремарки Оно Перестало Быть Нужным Вы Не Огорчены Я Напомнила Ей Что С самого Начала Была Против Письма К Эннн Попросите Корнея Ивановича Написать Предисловие К первой части Поэмы Я ее попробую Напечатать В журнале Я сказала Что сейчас Корнея Иванович Накануне Поездки В Англию Готовится К тамошним Своим Выступлениям И ни о чем Другом Думать Не в силах Когда же Вернется Надеюсь Будет счастлив Писать Об Ахматовой 19 мая 1962 Года Чуковский Вылетел В Англию 21 мая В Оксфорде Состоялось Присуждение Ему степени Доктора Литературы Затем Он прочел Несколько Лекций В Оксфорде Лондоне И Эдинбурге 20 мая 1962 Анна Андреевна Вся с головой В деле Гернштейн Надо как-то Но как Унять хулиганов В квартире И хулиганов В октябре Гернштейн Жила тогда В коммунальной Квартире Где попахивала Антисемитизмом И с утра до вечера Орала радио В пятом номере Журнала Октябрь За 1962 Год В отделе С улыбкой Был помещен Фильетон Назаренко Под названием В покоях Императрицы Фильетонист Высмеивал Работу Гернштейн Вокруг Гибели Пушкина Напечатанную В новом мире 1962 Год Номер Второй Анна Андреевна Уже вчера Требовала Чтобы я Срочно Явилась Но вчера Вечером Я не могла А пришла Сегодня утром Пригласив Собою Раису Давыдовну Она не только Хорошая женщина Но в отличие от меня Толковая И может дать Дельный совет К тому же Она нынче Ответственный Секретарь Бюро Секций Критиков Раиса Давыдовна Орлова 1918 1989 Годы жизни Писательница Критик Специалистка По американской Литературе В то время Мы жили В разных корпусах Одного и того же Дома По улице Горького 6 Раиса Давыдовна И ее муж Германист Писатель Лев Зинович Копелев Год рождения 1912 Были друзьями Фриды Абрамовны Викдоровой Благодаря ей С ними познакомилась А потом Подружилась И я О них обоих Подробнее В записках В третьем томе Здесь же скажу только Что встречам С Анной Андреевной Посвящена Особая глава В книге Раисы Орловой И Льва Копелева Мы жили В Москве Анна Андреевна Не спала Ночь Напролет И поднялась Сегодня в 7 часов Утра Хотя обычно Встает в 12 Когда мы пришли Вялое Белое Пила кофе В столовой Для нее Защита статьи Герштейн Это защита Собственной Заветной работы О гибели Пушкина Решили мы так Анна Андреевна Составит текст Протеста Против фельетона В октябре А Раиса Давыдовна Подготовит текст Который На ближайшем заседании Оно скоро Могло бы принять Бюро Секции критиков Ахматовой Выступить Необходимо Как пушкинистки А Бюро Будет возражать Против неприличного Октябрьского Хамского тона И напомнит Об историко-литературных Трудах Герштейн Анна Андреевна Была усталая Мы скоро ушли По дороге Раиса Давыдовна Говорила мне Что надеется На помощь Бюро В октябрьском Деле А насчет Квартирного Не уверена Когда же У Эммы Будет наконец Свой угол Защищенный Если не от Назаренко От него Никто не защищен То хотя бы От радиотелевидения Ижедоморства В общем-то Они родные братья Журнал Октябрь И ее соседи 22 мая 62-го Вчера Анне Андреевне Позвонили Из редакции Нового мира С просьбой Ответить Октябрю Ура 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 Конечно Ей теперь будет уже гораздо легче писать это письмо Раз за спиной у нее редакция журнала Сразу после звонка из Нового мира Анна Андреевна позвонила мне И вечером я к ней отправилась Хотя от меня в этом случае кроме сочувствия толку никакого Когда я пришла Когда я пришла у нее Ника Ответ уже готов и даже перепечатан на машинке Я посмотрела Написано слабовато Нет Ахматовской силы Я начала предлагать некоторые поправки Но Анна Андреевна не стала меня слушать Потому что вообще Раздумала писать от своего имени Почему? Виктор Ефимович и Ника опасаются Что сочетание имен Анна Ахматова Императрица Александра Федоровна Даст шавкам Новый повод лаять Ведь в представлении Склочников из коммунальной квартиры Они же Читатели журнала Октябрь Имя Ахматовой Как-то связано С царским режимом Смотрите, товарищи Жданова и многих других Необходимо, чтобы письмо В возрождении Октябрю Было написано и подписано Не только Ахматовой И не только пушкинистами Но и влиятельными лицами Быть может И даже, наверное Советчики правы Но в этом случае Я как-то ждала От Анны Андреевны Большей безограничной Наглядности Письмо, конечно, слабоватое Но можно ведь его И посильнее написать Я сказала, что По моему мнению И одной Ахматовской подписи Было бы достаточно Время сейчас уже другое Сказала я Не такое уж другое Ворчливо ответила Анна Андреевна Не воображайте, пожалуйста Ника Николаевна и Виктор Ефимович Совершенно правы В сознании Назаренко Я тоже произрастаю В покоях императрицы Самарин заявлял уже Что я жила с Николаем Вторым Да-да, правда И даже, что он располагает Документальными доказательствами Хотела бы я взглянуть На эти доказательства Впрочем, я их знаю А теперь бы домой скорее К Амероновой галереей Самарин уверял Георгия Аркадьевича Шенгеле Что у него есть доказательства Что у меня был роман С Николаем Вторым Роман Михайлович Самарин 1911-1974 годы жизни С 1947 года заведовал кафедрой зарубежной литературы В Московском государственном университете А с 1953-го отделом зарубежной литературы В ИМЛИ Самарин – автор предисловий К произведениям Бальзака, Гёте, Драйзера И других иностранных писателей Ему принадлежат также отдельные главы В учебниках по истории литератур Запада Назвать Самарина человеком невежественным или бездарным Было бы несправедливо Однако истинное призвание Самарина Интриги и проработки Во время антисемитской кампании 1949-1953 годы Вошедшей в историю нашего общества Под псевдонимом Борьбы с космополитизмом Самарин уволил из университета Всех профессоров еврейского происхождения В 1949 году По прямому заданию КГБ Самарин стал во главе комиссии Которой поручено было Подвергнуть проверке научную деятельность сотрудников ИМЛИ Специалиста по американской литературе Старцева, например По докладу этой комиссии Старцев год рождения 1909 Был сначала уволен с работы А затем арестован Выступал Самарин с разоблачительными речами На студенческих и преподавательских собраниях И против другого преподавателя Пинского 1906-1981 годы жизни Вскоре Пинский был арестован Когда же в 1956 году После 20-го съезда После реабилитации Бывшие лагерники Вернувшись в Москву Пытались добиться восстановления на работе Самарин по возможности Старался не восстанавливать их В 1966 году Самарин был выдвинут Институтом мировой литературы Член и корреспондент Академии наук СССР Против этой кандидатуры Восстали академики Виноградов И Жермунский Обосновывая свой протест тем Что писания Самарина Научной ценностью не обладают А его общественная деятельность Безнравственно Самарин был забаллотирован И в Академию наук Его кандидатура Более никогда не выдвигалась Потом Анна Андреевна рассказала Что проделала над поэмой Очередной эксперимент Окончившийся очередной неудачей Давно она уже намеревалась Показать поэму кому-нибудь Кто ее не читал никогда Ей приискали астрофизика Все говорят образованный Литературный Умный И так оно и есть Дала ему экземпляр Пришел Принес Понравилось Читал четыре раза Я задала два простые вопроса Не ответил А я-то надеялась Что сюжетная конструкция У этой вещи Стальная Да Я тоже не могу догадаться Чего именно Фабули поэмы Не понимает читатель Только фабульна Она в сущности И проста Сложно в ней Остальное То, что кроме фабулы Анна Андреевна Отослала меня В пустую столовую Вручив мне статью Мочульского Сравнительный анализ Поэзи Ахматовой И Цветаевой А какая в сущности Между ними связь Какие основания У критика Для сравнения Что обе они Женщины Маловато Сходства-то ведь Никакого Речь идет О статье Мочульского Русские поэтессы Напечатанной В парижской газете Звено 5 марта 1923 года В мае 1962 С этой статьей Ознакомила Ахматову Анна Александровна Саакянц Работавшая В ту пору Вместе с Эфрон Над подготовкой К печати Избранных Стихотворений Марина Цветаевой Константин Васильевич Мочульский 1892 1948 Годы жизни Историк Литературы Автор работ О русских Писателях 19 века А также О поэзии Символистов В 1919 Году Мочульский Уехал из России Навсегда С 1922 Года Он читал Лекции По русской Литературе В Сорбонне В эмиграции При его жизни И после смерти Кроме журнальных статей Опубликованы книги Владимир Соловьев Жизнь и учения 1932 год Духовный путь Гоголя 1934 Достоевский Жизнь и творчество 1947 Александр Блок 1946 Андрей Белый 1955 И Валерий Брюсов 1962 О творчестве О творчестве Анны Ахматовой Мочульский Мочульский писал Не единожды Работы его Перечислены В подробнейшем Предисловии Теменчика В статье Поэтическое творчество Анны Ахматовой Статья эта Поэтическое творчество В России впервые В 1989 Году В литературном Обозрении В пятом номере Мочульский Автор Мадригала Посвященного Анне Андреевне А также Пародии На ее стихи Да Нехорошо Сказала Анна Андреевна Такие сравнения Ни у кого не выходят Даже у Марина Не вышло Пастернак И Маяковский Один в таких случаях Получается Обычно Настоящий А другой Набивная Кукла У Цветаевой Кукла Маяковский Сам же Константин Васильевич Был человек Умный И светлый Он часто Бывал у нас В доме Учил Колю Латынем А Осипу Мандельштаму Мочульский Помогал изучать Греческий Еще Сказала Анна Андреевна О Марине Иванне Марина Родилась Негативисткой Ей было Блохо Там И было Блохо Здесь Плохо Там Где Она Вернувшись Домой Я перечитала Цветаеву О Маяковском И Пастернаке Фриточка Для меня Переписала И мне Подарила Эту статью Года три назад Я тогда Потряслась Именно изображением Пастернака Не Маяковского Но как-то быстро Забыла А вот сейчас Перечла И потряслась Наново Да, права Анна Андреевна Маяковский Не удался Зато Пастернак Лучше Еще никто Не написал О нем Разве что Та же Марина Ивановна Световом Световом Мне сказать Аня Андреевна И я Я своих Не знаю Берегов И еще Сущая мелочь Конечно Цветаева Говоря Маяковском Употребляет Выражение Тычет Верстовым Столбом Перста Вещь Не отсюда Или в поэме Полосатый Наряжен Верстой Цветаева Говорит О поэте Как о реке У поэта Свои события Своё Само Событие Поэта Оно В Пастернаке Если не нарушено То отклонено Заслонено Отведено Тот же Отвод рек Виды Изменений Русол Нет Поэтов А есть Поэт Один и тот же Сначала И до конца Мира Сила Окрашивающаяся В цвета Данных времён Племён Стран Наречий Лиц Проходящая Через её Силу Несущих Как река Теми Или иными Берегами Теми Или иными Небесами Марина Цветаева Эпус И лирика Современной России Ахматова «Всё ли я помню» По её По её внезапному Вызову Я к ней явилась И мы отправились В ближайший сквер Почти все скамейки В этот час Рабочего дня Пусты Мы сели подальше От двух тёток Пасущих детей От пенсионера Читающего газету Подальше от улицы Тепло Солнечно Сыро Воздух ещё Весенний Свежий Ещё не испачканный Запахом пыли Жары Бензина Асфальта Думая об экзамене Я всегда боялась Пропустить какую-нибудь Строку Забыть слово Но страшноватым И смешноватым Оказалось другое Читать Анне Ахматовой В слух Стихотворение Анны Ахматовой Уверена, что Слушать собственные стихи В чужом чтении Противно Я изо всех сил Старалась читать Никак Просто Перечислять слова Строчки Но, боюсь, Привносила невольно Что-то своё Анна Андреевна Сидела рядом В зимнем Уже не по погоде Шерстяном Грубом платке В тяжёлом пальто Солнце Сгущало темноту Под запавшими глазами Подчёркивало Морщины на лбу Углубляло их Вокруг рта Она слушала А я читала Вслух стихи Которые столько раз Твердила про себя Она развязала Узел платка Распахнула пальто Вслушивалась Мой голос Всматриваясь В деревья И машины Молчала Я прочла Всё до единого Все стихи Составляющие Поэму Реквием Я спросила Собирается ли она Теперь записать их Не знаю Ответила она Из чего я поняла Что И я пока ещё Не вправе Записывать Кроме вас Их должны помнить Ещё семеро Имён Был у меня Был у меня недавно Один молодой человек Не такой уж и молодой Не дитя Рассказал Рассказал анекдот Рассказал анекдот Для каждого Рассказал анекдот Он сказал А понимаю Ваш муж Пристрастия К мистицизму Помню Как ударило меня Тогда слово Был Митя живой Отдыхал тогда У своих родителей В Киеве Не подозревая Что его уже Нет Что он Уже был Всего лишь Тридцать седьмой Тридцать восьмой Годы Ежовщина Воспитывали в людях Пожизненный ужас И при том Некое равнодушие К собственному поведению Потому что Судьба человека Не очень-то зависела От его слов Мыслей Поступков Человек Круглосуточно Пребывал в ужасе Перед судьбой И в то же время Не боялся Рассказывать анекдоты И в разговорах Называть чужие Имена Расскажешь Посадят И не расскажешь Посадят Написал письмо Ежову В защиту друга И ничего Тебя не тронули Написал Множество доносов Посадил Множество людей А глядишь И тебя Самого Загребли Трудность Постижения Тогдашней действительности Никогда До того Не существовавшего Истории Сбивала с толку И не учила Разумно вести себя Чувство Причины Следствий Было утрачено Начисто В другие И до И после Ежовщины Документы Слова И поступки Играли Большую роль Уже в сороковом Гораздо Большую Равнодушие Убийц К бумагам Арестованных Характерно Именно для Ежовщины Глядя Глядя назад На пережитые Мною Конец Двадцатых Тридцать пятый Тридцать седьмой И восьмой Послевоенные Сороковые Пятидесятые Я С башни Шестьдесят второго Вижу Что каждый год До военного И послевоенного Времени Изобильно Окрашен Кровью Но кровопускание Каждый год Совершалось По-разному Иногда Независимо От поступков Или слов человека Иногда И в полной Зависимости От его поведения Однако Анна Андреевна Была права Обучая окружающих Не обманываться Насчет сути Происходящего И логично Ли Действительность Или нет Никогда Не распускать Языки Я перечисляла Строчки Почти механически А все Что стояло За ними Оживало Во мне Семнадцать Месяцев Кричу Зову тебя Домой Экзамен На реквием Я пожалуй Выдержала Новые стихи Усваиваемые Мною Теперь Я запоминаю Гораздо медленнее Труднее Чем раньше Чем в детстве В юности В тридцать лет Но то Что запомнила Тогда До сих пор Помню твердо Несколько Несколько Раз Причем Анна Андреевна Меня поправляла Но я Не уверена Я ли Забыла Или она А может быть Она волею Или неволею За это время За такое Долгое время Переменила Где слово А где и строку Так в единственном Стихотворении Обращенном К Пунину А не к Леве В стихотворении 1935 года Уводили тебя На рассвете Я помню Шел От губ Твоих Холод Иконки А она Переменила На губах Твоих Холод Иконки Это конечно Лучше Потому что В предыдущей строке За тобой Как на выносе Шла В стихотворении 17 месяцев Кричу Вместо Сестра я Или мать Сделалась И долго Ль казни Ждать Это мне кажется Хуже Но В приговоре Уже С сорокового Года Вместо Первоначального Я давно Пречувствовала Это День Последний И последний Дом Стало Этот Светлый День И опустелый Дом В стихотворении К смерти К смерти Вторую Строку Приди Теперь Мне Очень Трудно Она Изменила Так Я жду Тебя Мне Очень Трудно Сколько Людей Были бы Счастливы Сказала Я Если бы Знали Что Вами Это Написано Помните Как Счастлива Была Тамара Григорьевна Она Опять Ничего Не Ответила Кивнула Неопределенно И Поднялась Мы Пошли По Ордынке К Дому Я Как Заведено Издавна Проводила Ее Не до Ворот А И По Лестнице До Самых Дверей Внизу Она Сняла Пальто И Я Понесла Ему Но Она Все Равно Поднималась С Превеликим Трудом Молча Перед Тем Как Позвонить Она Чуть Отдышавшись Сказала А Помните Как Вы Лидия Корнеевна Спрашивали У меня Печатать Следует Каждая На Отдельной Странице Или Все По Номерам Подряд Как Отдельные Стихи Или Как Поэму Анна Андреевна Первоначально А иногда И позднее Рассматривала Рэквием Как Цикл Отдельных Стихотворений Однако В конце Концов Она Признала Цикл Поэмой В этом Легко Убедиться Раскрыв Машинописный Экземпляр Бега Времени Сделанный Ею В издательство И еще Не тронутый Посторонней Редакторской Рукой Там В этом До Издательском Экземпляре Существует Отдел Поэмы И Входят В него Три Произведения Путем Всея Земли Рэквием И Поэму Безгероя Впервые За нашу Встречу Она Улыбнулась Я Не Помнила Нам Открыли Я Повесила Ее Пальто На вешалку И ушла Думает Думает Она О печатанье Но Доживем Ли Думает Думает Думает